Добрый вечер! Сегодня четверг, 31 октября и традиционно по четвергам выходит наша программа Кухни Юго-Запада. С вами буду я, Михаил Першин. И я, Антон Погодин. Здравствуйте. Сначала хотелось бы сказать о том, что сбились мы чуть-чуть с графика, приносим свои извинения. Предыдущая передача вышла месяц назад и обещали мы, что через две недели будет передача большая по второй лиге. Но, к сожалению, возможности ЛФЛТВ не безограничны. Уехала наша творческая группа снимать чемпионат мира, сборную России в форматах 6 на 6 и 7 на 7. Мы сердечно поздравляем подопечных Дмитрия Смирнова с тем, что они стали чемпионами мира и в формате 6 на 6 и 7 на 7. Это классное событие, знаковое для любительского футбола России. И мы еще раз сердечно поздравляем Дмитрия Смирнова и всех, кто причастен к этой победе. По новому графику передачи сегодня мы пытаемся сделать максимально информативную передачу. Обсудим мы все дивизионы, обсудим мы Еврокубки, обсудим мы перспективы, вообще ближайшие какие-то команд. Через две недели мы выпустим передачу, обещанную по второй лиге. Именно она будет посвящена ей. Сегодня у нас в студии будет один гость. Это главный тренер команды Метеор, лидер высшего дивизиона Зурапантия. Диалог обещает быть очень интересным. А сейчас мы начинаем с высшей лиги. Поехали, Антон. Поехали. Давайте сразу увидите вы на экранах турнирную таблицу высшего дивизиона Юго-Западной лиги. Бросается в глаза плотность результатов. Видим мы, что между первым и пятым местом у нас всего разница 4 очка. Видимо, что на 6 месте Керосинка имеет на 2 сыгранных матча меньше. И в случае победы также 22 очка могут набрать футболисты Керосинки. И тогда первые 6 команд будут в интервале 4 очков. Такой плотности никогда в высшем дивизионе Юго-Запада за последнее время не было. Всегда у нас были какие-то команды-флагманы. И заранее было известно практически, кто будет доминировать в этом сезоне. Этот сезон отличается от этого очень сильно. Все теряют очки, все их набирают, все игры проходят в борьбе. Внизу чуть-чуть у нас отваливается удар. В зоне вылета сейчас находятся реальчики. Бутово, который мы хвалили из программы в программу, находится в зоне вылета. Оживает пищевик благодаря своим трансферам и тем, что дела стабилизируются. Адаптировалась к Юго-Западной лиге техносила. Аминева показывает себя как крепкий середняк. Ника пока выступает ниже своих возможностей. Шальные под руководством Витрия Шалина радуют своими результатами. Зюзина и Меркурий вступают в свою силу. О первых 6 командах мы уже сказали. Давайте поподробнее сейчас пройдемся по играм предыдущего тура. И начнем мы по хронологии. С матча в субботу, с утра. Это был матч техносила реальчики. Закончился он со счетом 8-3 в пользу команды техносила. Для меня реальчики, Антон, самая большая загадка нашей лиги. Команда может три недели назад обыграть чемпиона 3-звездочки. Потом потерпеть какие-то поражения еще. И вот в итоге техносили поражение со счетом 8-3. В том, что там 7-0 по ходу матч техносила вела. И 8-1. И там только в последние 10 минут два мяча. Там Михеев и Бондарев отметились. Ну, стоит сразу отметить, что за техносилу, как только приезжает Лаевский и Илья, то это совершенно становится другая команда. Это ярко выжженный лидер атака, креативщик. И, в принципе, весь атакующий потенциал сконцентрирован на этом игроке. Что, в принципе, он и продемонстрировал в этой игре, забив 4 мяча и отдав 1 голевую передачу. То есть, большую половину мячей своей команды человек создал сам. Вообще, мы как-то к техносиле стали относиться по ходу сезона как к какому-то аутсайдеру, как к команде, которая находится в нижней части турнирной таблицы. Но я думаю, многие, может быть, забыли старт чемпионата, игра техносила-заряд. И 2-2. И техносила в той игре диктовала условия. И только там пенальти штрафной. Прекрасно исполненный Павлом Голановым. Позволили заряду набрать очки в той игре. Да, была какая-то адаптация у техносилы к юго-западной лиге. Сейчас ситуация выправляется. И будет интересно посмотреть за дальнейшими успехами команды. Ну, коль уж ты вспомнил техносилу-заряд, я могу сказать, что адаптация к юго-западной лиге была не только у техносил, но и у заряда, когда адаптация была к высшему дивизиону. Команда впервые попала в высший эшелон. До этого только, по-моему, Павел Голанов, да еще там несколько представителей имели опыт выступления в высших дивизионах. Чего нельзя сказать о техносиле, которые играли в высшем дивизионе. Абсолютно верно. Чего нельзя сказать о техносиле, которая играла в высшем дивизионе запада. Пусть и видоизменилась команда за лето. Потеряли ряд игроков. Там принято было решение кого-то избавиться. Но сейчас техносила тоже сыгрывается. Мы с тобой приходим к единому мнению, что коллективы, которые ставили перед собой какие-то задачи или ставили их перед сезоном, исходя из тех обновлений, которые есть, потихоньку начинают управлять свою турнировую ситуацию. Поэтому удивили результаты предыдущей техносилы, но удивление они должны вызвать, потому что не было лидеров, которые должны были голевую фею создать. Потому что проблемы-то были только с сугубо забитыми мячами. Такого проблемы с игрой у них не было. Нет, игры нет. У техносилы есть четкий стиль. Алексей Саулов в этой студии говорил об этом, что у них есть своя концепция, и придерживаются они ее. Я думаю, что все будет хорошо. Не сомневаемся даже. Отметим мы, что в этой игре было довольно большое количество желтых карточек. Пять желтых карточек вынес судья матча Дениса Никонова. Дениса Никонова с арбитра Юго-Западной лиги. Мы ее поздравляем с днем рождения 24 октября. У него было это радостное в жизни событие. Желаем ему в первую очередь здоровья и успехов во всех его жизненных начинаниях. По реальчикам в этой игре я тебе могу сказать, что первое, что бросается в глаза, это Андрей Копченков, играющий в поле, и отсутствие главного тренера Ильи Познякова. Илья Позняков травмирован был на той неделе, насколько я помню. Он не мог... Может, какие-то семейные проблемы. Какие-то может быть. Что-то было. Ну и, конечно же, в реальчиках много вратарей. Вратарей хорошего качества. И Боев, и Лебедев, и Копченков. Вратарей достойного уровня. Копченков. Копченков не поляк. Нет, это его называют поляк. Так, он Андрей Копченков у нас. Но отметим, что не было голкипера Зирикова, голкипера, с которым реальчики обыграли 3 звездочки. Какие голкиперы было с нейвалидической сборной тура. Просто в этот момент, в 12 часов дня, Зириков, голкипер реальчиков вышел в основе молодежки ЦСКА против молодежки Динамо. Понятно, приоритеты у игрока чуть-чуть другие. Жаль, что пока приоритеты профессиональные. Футболом не был. Но реальчики, видишь, получается, ты сам ответил на вопрос, почему реальчики такие. Ну, каждую игру новый состав. Не пойми, как не пойми, не в плане того, что не пойми, какие футболисты, а не пойми, кто будет. И, в принципе, получается, ты не можешь выбрать себе стратегию на игру, потому что ты не знаешь, что у тебя приедет. А даже ту стратегию, которую ты подбираешь за 5-10 минут до игры, ну, будем откровенно честными, хоть это ребята LFL, но таким матчам надо все-таки более серьезно подходить. Следующий матч по хронологии. Суббота. На втором поле матч проходит. Керосинка играет с любителями. Матч команды из верхней части турнирной таблицы. Ожидалась интересная игра. Обе команды предпочитают играть больше в атаку. Игра, в принципе, оправдала ожидания. Хороший получился матч. Волевая победа любителей со счетами 4-1. Михаил Жуковский, которому мы отмечаем в каждом матче Керосинки, арендованный у тройки. Открывает счет в этой встрече. Буквально почти сразу Никита Зиновьев счет сравнивает. Сразу же через минуту Иван Лукин делает счет 2-1. В начале второго тайма Евгений Шендрик забивает свой дежурный мяч. И Иван Лукин уже ближе к концовке делает счет 4-1. Отметим, что после первого тайма у любителей уехал Никита Зиновьев. Видимо, какие-то у него дела, может быть, какие-то турниры. Счет позволял ему уехать. Нет, после первого тайма был 2-1, он особо не позволял. Но уже не первый раз так случается. Например, еврокубковая домашняя игра с бедой была, которую любители сыграли 2-2. После первого тайма 3-3 сыграли, прошу прощения. После первого тайма Якидзиновьев также покинул расположение своей команды. Я думаю, что по этому матчу в принципе все понятно, все ясно. За Керосинкой мы продолжаем следить, отмечаем эту команду. У нее еще остаются 2 игры в запасе, из-за того, как они их сыграют. Команда из лидирующей группы, и несмотря на это поражение, она остается этой командой. А про любителей я предлагаю поговорить отдельно, когда мы будем обсуждать уже еврокубки. Очень важную для себя, для лиги, для нашей победы одержали они на севере, на выезде. Также волевая победа со счетом 2-1. Беда была обыграна, но об этом мы чуть попозже пообщаемся. Переходим мы к воскресной части матчей Юго-Западной Лиги. И видим мы, что воскресные игры начинались с матча Бутова-Пищевик раннее утро. Стоит отметить, что в Пищевик вернулся Иман Сурмич. Это футболист, который играл еще в том золотом Пищевике, команде, которая была реальной силой не только в Юго-Западной Лиге, но и вообще в ЛФЛ Московской. Очень неплохая была команда. Возвращается Иман Сурмич. Кадеев восстанавливается после травмы. Есть вратарь Игорь Крючков, есть прекрасный центральный защитник Василий Самохвалов, есть хорошие по уровню футболисты с опытом игры в высшем дивизионе Александр Абрамов, Василий Титов, Андрей Миронов. И есть группа молодых футболистов. И в принципе, начиная потихонечку у Олега Есинова получается то, что он хотел, то, что он нам рассказывал летом по окончании прошлого сезона. Бутов уже не один молодой футболист. Мы отмечали, что омоложение идет у Бутова. Не было ни одного молодого игрока. И, можно сказать, старая гвардия. Ну, там плюс добавились некоторые трансферы этого сезона. Но это не молодые футболисты, не воспитанники Дениса Липатова, а просто игроки, пришедшие летом в команду, вышли на поле. Это волевая победа Пищевика со счетом 1-0. Бельчиков открывает счет после не самой уверенной игры Игоря Горячкова. Но Игорь потом исправился и несколько сейвов по-настоящему вратарских классных совершил, помог своей команде. Ну, а дальше во втором тайме Теймур Аскадьев. Все мы помнят прекрасно, что больше он как защитник центральный, добротный край не нам известен. Но сейчас он играет на позиции форварда и два мяча забивает Теймур Асс. С чем мы его поздравляем? Поздравляем Олега Есенова с этой победой. О команде Евгения Найденова не унывать. Я думаю, что все наладится и будет все хорошо. Ну, видишь, Бутово сейчас находится в кризисе и этот кризис уже длится не первую игру. Мы с Алексеем Преликовым разговариваем довольно-таки часто так получается. Он говорит о том, что пока не могут они понять, что происходит, почему такой завал. Они могут контролировать игру, уверенно вести в счете. Ну, как уверенно, не по счету, а именно по игре. Потом происходит что-то, что переворачивает с ног на голову и у Алексея самого начинаются какие-то невынужденные ошибки, несмотря на то, что мы знаем, насколько это сильный, реально сильный вратарь с хорошей школой и с хорошим опытом, с богатым опытом. Ну, а пищевик, что пищевик? Пищевик чуть-чуть добавил, плюс ко всему последний тур складывалась уже, картина более-менее понятна, несмотря там даже вот на поражение от столицы Артель, да, 2-5, когда они потерпели мне пищевик, тогда уже понравился. Там 2-7 было. 2-7, да, прошу прощения, просто 2-1 пищевик вел, контролировал игру и в принципе, если бы не, я повторюсь, я и в прошлой передаче говорил о том, что если бы не повышена эмоциональность молодых людей, то еще неизвестно, чем бы тогда все закончилось. Ну вот, после этого приходит Иммонд, из западной лиги возвращается в команду и начинает играть в центре поля и потихонечку вот это вот спокойствие передается от опытных игрокам к молодым. Мы уже сказали, Кадеев, Сумач, Самохвалов, Крючков, Абрамов, Титов, Григоренкович, забываем. Опытных футболистов много, да, и в принципе, пищевик никого не должен удивлять, если вдруг еще на конец чемпионата может оказаться там, где никто их не ожидал. Да, знаешь, еще вопрос о желании стоит и том, что как команда захотела сыграть, она и сыграла. Давайте послушаем Андрея Миронова, игрока пищевика. Андрей, здравствуй, поздравляю вас с волевой победой. Скажи, что поменялось в первой рюме, что вы забили два гола? Доброе утро. Я считаю, что прежде всего это желание. У нас, наконец, в нашей команде появилось желание до конца отбороться и воле к победе. Мне кажется, это самое главное, для чего мы сегодня добились этого. Мы не опускали руки и сделали все дело. Хорошо, спасибо. Желаю то, что дальше вы будете так же проходить. Команды, скажи, готовились к каким-нибудь бутовым, просматривали? Нет, честно говоря, нет. Просто тренируемся, стараемся. Ничего у нас получается, не хватает. Я считаю, не всегда хватает нам желания и воли к победе. Сегодня мы показали, что мы можем выиграть. Спасибо, желаю удачи. Спасибо. Переходим мы к следующему матчу. Это матч между командами «Удары» столицы «Артель». Команда покажет... «Удар» это команда, которая пока занимает последнее место в турнирной таблице. Столица «Артель» в лидирующей группе, команда, которая борется за чемпионство, за Еврокубки. У столицы «Артель» было несколько дисквалифицированных футболистов на этот матч, но ротация команды позволяет использовать все возможности клуба. И называется отряд не заметил потери бойца. Может быть, Юрий Бабин со мной не согласится, но в целом по игре вопросов не возникало вообще. То есть 4-0 по игре вела столица, два мяча потом Искандярова, отмечаемый, кстати, молодого футболиста удара, недавно появился в команде, играл за дубль, вышел за основу, два мяча забил столицы «Артель». Хороший старт в высшем дивизионе Юго-Западной лиге. Мы рады, когда молодые футболисты начинают хорошо сразу играть у нас. Ну, а в столице несмотря на дисквалификации, все те же люди делают результат. Это и Паваляев Владимир в первую очередь, и Максим Лепский. Ну, и, естественно, мы не забываем Сатармина Константина. И, в принципе, появились шансы свои получили в этой игре Рябенко, и Москаев, и Быков отметим, то, что, по-моему, первый раз в этом сезоне защищал ворота команды. Сурков остался в запасе. Плюс ко всему Сахаров появился. Сахаров, Андрюк, Андрюк и Игорь Лазован еще, да. Игорь Лазован, Юрия Давидова мы видели на поле уже с реальчиками, например, он принимал участие в игре. Это при том, что Джанк дисквалифицирован, ходи их дисквалифицирован. По составу, который был выбран на эту игру, что столица была не то, что на 100, а на 150%. Джалимова не было. то есть счет 5-2, но два гола мы с тобой часто говорим, передача о том, что в каждой игре происходит 5-6-минутная расслабленность, но зная столицу, там эта расслабленность быстро за счет замены каких-то корректировок возвращается все на круги своя и дальше скажем так долбит соперника своего. Соглашусь с тобой. Удар, мне кажется, и сам, положая руку на сердце, не планировал в этой игре набирать какие-то очки. Удар, сейчас ситуация такая, что надо набирать очки за соперниками попроще. Мы желаем удачи в этом подопечном Владимира Цветкова. Будем надеяться, что смогут они выйти на свой прошлогодний уровень, когда вот этот кусачий удар. Да, мы видим его проблески в этом сезоне, но пока, к сожалению, хватает стабильности. Да, много травмированных футболистов, кто-то не доезжает. Я думаю, что сейчас трансферное окно открывается, открыто уже оно. Я думаю, что должны быть какие-то изменения в ударе. Мне кажется, психологическая яма удара сейчас еще. Видишь, травмы, плюс результата нет. И вот даже по этой игре бросилось в глаза, что самыми активными на поле были Михаил Зотов, который, ну мы его знаем. Но без его активности никуда. Это боец, который там, да, ему при 10-0 он будет выгрызать там и сжечь землю, а вот все остальные почему-то не подхватили этот порыв, хотя и Владимир Святого Цветков с бровки пытался ребят зарядить, но не получилось. Мне кажется, психологическая яма из-за отсутствия результата и вот трагментных игроков, то есть все в сумме. Сейчас ребята потихонечку будут выздоравливать, мне кажется, все равно сейчас они поговорят, все вместе соберутся. Мы знаем, удар это команда такая тоже, которая там приняты, коллективизм, вот это они встречаются, общаются, между собой кто-то дружит всеми, поэтому им самое главное выбраться психологически, а ребята уже... Сейчас не лучший повод, чтобы выбираться психологически, следующий тур, три звездочки, а что делать? А что делать? А вот столицу ждет интересная игра с техносилой. Будет очень интересно вот эта вот грозная оборона столицы Артель, которые играют очень плотно, играют жестко, попадут под таких же нападающих, это и Аршакян, и Коновод. Люди, которые не стесняются идти в силовую борьбу, люди, которые сами могут сыграть жестко, не грубо, а именно жестко. Это будет интересное противоборство, плюс Лаевский, который под ними, Лаевский играет под нападающими, нападающие там два такого не таранного типа, что Аршакян, что Коновод. Это будет интересное противостояние, будет очень интересное противостояние, характерное, и вот эту игру мы, конечно же, отмечаем. Удар удачи с тремя звездочками, но, опять же, наверное, как мы уже говорили, это не тот матч, где набираются очки. Следующая игра у нас была, это матч между командами Зюзин и Метеор, ее мы обсудим чуть попозже, с Рабомантией, главным тренером команды Метеор. Аминьева, три звездочки, пять-один, чемпион возвращается, буксовали звездочки, где-то не получалось. Мне кажется, апофеозом падение стало сокрушительное поражение от Керосинки 5-1. И как-то после этого какие-то были сделаны выводы. Отмечаем мы, конечно, Гаврилова вратаря, который появился в команде, опытный голкипер, прошлый сезон выступал на Северо-Западе за команду Ника, все 30 матчей сыграл, габаритный, прыгучий, с великолепной реакцией. С великолепной реакцией уже с Динамо в игре Лиги Чемпионов с Победной эта игра была для звездочек, с чем мы поздравляем Артема Цирина, Сурена Степанянца. Молодцы. Молодцы. По этой игре, мне кажется, даже, что можно сказать. Я могу сказать, знаешь, что впервые, наверное, это один из тех редких случаев, когда три звездочки не завалили первый тайм, а просто доминировали. И счет первого тайма, говорится, он из себя... Там первые 17 минут, 4-0, Денис Романов, Игорь Цирин, Артем Севастьянов и Ильнур Зарипов, который, наконец, появился в составе. Не было его, не знаю, по каким причинам. Ильнур потом и во втором тайме забьет пятый мяч. Отметим мы, что поминевая при счете 4-1 имел несколько голевых моментов, перекладины, штанги, при 4-2, может быть, могли они переломить как-то ход игры, но, не знаю, может быть, уже звездочки, знаешь, эту пятую передачу уже сняли, там, перешли на другой какой-то уровень. Мы с тобой знаем, что второй тайм у звездочек выиграть практически невозможно. Они все вторые таймы выигрывают. И когда у тебя в первом тайме... Ну, не выигрывают, там, если мы берем Лигу Чемпионов... Мы говорим сейчас про внутреннюю первенство. Ну, кроме матча с Керосинкой, который был апофилон. Это понятно. Но это, знаешь, это вот как в любом правиле есть исключение. Мы с тобой знаем, что второй тайм три звездочки, там, в 90, не побоюсь этого слова, в 99% случаев они доминируют. И когда они в первом тайме 4-1, понятно, что концентрация на второй они не потеряют. Максимум, что сопернику светит, это то, что три звездочки будут играть в контроль в тике так, без создания момента каждые 3-4 минуты, потому что им просто это не нужно. Поэтому, мне кажется, Аминьева этим и пользовалась, создала свои моменты. Ну, понятно, расслабленность 4-1. Но, опять же, по итогу второй тайм три звездочки снова выигрывался с счетом 1-0. 1-1. А, нет, 4-1 первый тайм. 4-1 первый тайм, да, извиняюсь. 1-0. 1-0 второй тайм, получается, они в итоге 5-1, понятно. Дебютант против чемпиона, 5-1. Есть почва для размышления у руководителя Аминьева. Да, ну и по звездочкам еще нельзя не сказать. Андрей Некрасов с возвращением, возможно, стабильность звездочкам пришла и с возвращением Андрея. С Артелем в предыдущей туре, великолепной просто. Голом. Да, не поленитесь, посмотрите, на нашем канале была прямая трансляция. Голый Андрей Некрасов, Гей Порцеладзе. Это просто фантастика. Это золотой фонд. Золотой фонд. Павел Голанов может позавидовать таким мячам. Тем более, они были не завидны ни со штрафных, а именно с игры. Паша все-таки любит больше с игры. Паша и с игры забивал хорошие мячи. Но не о нем сейчас речь идет. Появилась стабильность и с Некрасовым она связана в том числе. Артем Севастьянов не знаю, что у него там будет дальше с карьерой. Надеюсь, останется он на полях Юго-Западной Лиги. Михаил Маркин регулярно стал появляться в составе трех звездочек. Это тоже не может не радовать. Опять же, стабильность. Плюс, я думаю, даже выходить, играть против такого человека, как Маркин соперникам приятно. Соперникам приятно. И плюс ко всему, знаешь, ты обратил внимание на возвращение Михаила в наш чемпионат спустя какое-то неопределенное время. Ты посмотри, и пищевик, который находился в яме, добавил еще опытных игроков. И три звездочки тоже. То есть, был некий кризис. Заваливали игры. Что они сделали? Они просто дождались своих опытных игроков, вернули их в состав и результат снова пошел. То есть, в принципе, опять же, при грамотном подходе, при грамотной стратегии не только на игру, но и вообще в целом для коллектива по сезону, можно решать любые задачи с помощью даже опыт игроков. Не надо смотреть в паспорт людям, ребят. Мы очень рады, что появились они. Сейчас они будут играть и перед выездной игрой Лиги чемпионов с Динамо это, конечно, очень важно. Согласен. это люди, которые помогут и с Динамо на севере будет очень хорошая игра. Перейдем к следующему матчу. Шальные Меркурии. 5-1 выигрывает Меркурии. Кажется, по счету победа легкая, но мы сейчас и потом, после того, как мы эту игру обсудим, дадим слово Вадиму Вайнеру, центральному защитнику Меркурия. В этой игре центральному защитнику. И он скажет, что не такая уж легкая была эта победа, то, что Шальные очень хорошая команда, как вообще Вадим тоже будет говорить о том, что, в принципе, очень ровный чемпионат, как никогда в Юго-Западной Лиге сейчас. Ну, отмечаем сразу по Меркурию. Приехал Сангаджиев. Да, и все. Вот как, знаешь, матч первого тура был Меркурий Ника. Я сразу сказал, это трио, Сангаджиев там справа, например, слева Курьятов, нападение Слюсаренко. Все. Это, на самом деле, это потенциально чемпионское нападение, атакующая группа. Оно полностью разноплановое. Вот это самое сложное для соперников. Ты не можешь подобрать ключики, ты не можешь подобрать человека под позицию, потому что когда против тебя играет такой треугольник, а еще он меняется местами, у тебя просто, извиняюсь за выражение, ты не знаешь, кто в этот раз против тебя и что с ним делать. То есть, кто-то играет из них силовой футбол, кто-то более техничный, кто-то находит зоны на добивание, как мы любим говорить, под обедой этот свой момент. Поэтому я с тобой абсолютно согласен в том плане, что потенциально это чемпионское нападение. Если такого уровня людей еще добавить в каждую линию хотя бы по одному еще человеку, то в принципе Меркурий будет решать совершенно другие задачи. Ну это знаешь, как говорят, кто-то играет на рояле, а кто-то его должен таскать. Конечно. Есть хорошие таскатели и рояли, но пока что несыгранность. И может быть, конечно, в этой команде сейчас явно атака сильнее, чем линия обороны. Хотя там есть достойные футболисты, и Михаил Марченков, и в центре Камилы Росарио, и блестящие вратаи. В принципе, так вот по одному Руслан Османов защитник. То есть, по-хорошему все футболисты. Но именно это трио Сангаджиев-Курятов-Слюсаренко получается у них очень классная игра. Ну и в отчетной игре Сангаджиев-Хитрик, Слюсаренко три передачи, Курятов-Голевая передача, 5-1. Я думаю, что Дмитрий Шалин, он главный тренер Шальных, он разбирает соперника, и он, уверен я, что он смотрел последние игры Меркурия, но не было там Сангаджиева. Это две большие разницы. Потому что, конечно, как Джорджи играет, как он бежит, какое у него понимание футбола, это, конечно же, для ЛФЛ, не то, что Юго-Западной лиги, а вообще для ЛФЛ это футболисты ужасающего класса. А сейчас давайте послушаем обещанное интервью игрока Меркурия Вадима Вайнера. Вадим, поздравляю вас с уверенной победой. Скажи, какая тактика была на эту игру? Спасибо за поздравление. Я бы не сказал, что она такая уверенная. При счете 2-1 хорошо быстро забили. Тактика на игру была на сети-центр. Люди играют два защитника и два центральных полузащитника вышли без нападающего, два центра. Думаю, дало свой положительный результат, потому что люди целый тайм не знали, что делать с нами. А потом, по-моему, перестроились на 3-3-1. Скажи, вот смотри, шальные команда новая у нас, вышки, как она тебе смотрится у нас здесь? Хорошо, очень живые ребята. Все борются, все бегут, стараются. хорошая игра, приличные команды. По-моему, у нас в лиге сейчас достаточно ровная лига. Да, есть хорошие команды, но плохих вообще нет, можно так сказать, потому что больше всех хороших. Такую оценку дает наша лига. Спасибо. Желаю дальнейшим вас также, чтобы были победы. И завершал игровой тур Юго-Западной лиги, матч, который можно было назвать одним из центральных, одним из важных матчей, матч между командами Заряд Ника. Игра, прямо скажем, удалась. 6-3 по счету победил Заряд. Не хватило Нике опять сил. Вот знаешь, с тремя звездочками мы уже говорили об этом, то, что не хватило им. И вот сейчас то же самое. Вела Ника до 40-й минуты. 3-2 вела. Она Григорий Герасимов забил два мяча. Олег Панин отметился своим голом. У Заряда было очень много запасных. Если у Ники всего был один запасной футболист, то Заряд менялся четверками по 8 минут. И сам понимаешь, что практически невозможно. Заряд держал темп. хватило Ники именно вот этого. Ну и конечно Мерлушкин он и так выделялся. А здесь еще когда он выходит свежий отдохнувший. И пентатрик оформляет. Да, забивает он пять мячей. Отмечаем мы Кравченко. Я первый раз увидел его в составе заряда. Видно, что хороший мастеровитый игрок. Он поможет заряду. Новичок команды. Был на трибунах также замечены скамейки запасных Зураб Кварацхелия. Вернулся он в Москву, сейчас травмируем. Думаю, что в обороне он, конечно же, поможет заряду тоже. Плюс традиционно осенне-зимний период. Дмитрия может неплохой плацдарм им дать окончание чемпионата. То есть посмотрим, будет интересно. А по поводу того, что ты говоришь о Ника с ограниченным составом, мы с тобой вообще говорили о том, что Ника никогда не использует. И Михаил Марголин нам об этом говорил, что у них нет такого, что у них два состава, даже полтора нет, у них один, два, максимум три запасных. Но ты знаешь, даже трезвездочки столкнулись в этом году с тем, что приезжая с одним запасным они проигрывают и играют в ничью. Согласен, надо как-то менять может быть философию, но не мы не вправе с этой Михаилом Марголином и Константина Милниковым и не можем советовать. Мы не советуем, мы просто озвучиваем свое мнение, а принимать его или не принимать, это уже руководителем клуба самим решать. Мы ни в коем случае не критикуем, мы просто пытаемся найти причину того, почему происходят иные вещи в той или иной игре, которая может бороться за чемпионом. Если им на лавку 3-4 футболиста такого же уровня, то реально они будут занимать совершенно другое место. Опять же мы говорим о том, что Ника доберет, она доберет, я в этом тоже не сомневаюсь. Пока с командами с равными не хватает. Выдают хорошую игру с артелем, потом заряды хватает какого-то людского ресурса. Ники? Это наше мнение, всего лишь уважаемые любители футбола Юго-Запада, мы ни в коем случае никого не критикуем. Давай послушаем после матча такое двойное интервью. Хотели мы взять интервью Владислава Макарова, голкипера, который защищал ворота заряда в этой игре. Там их очень дружная вратарская бригада, о чем нам говорил и Петр Лебедев, и Михаил Калинчев, который был запасной в этом матче, пошел вместе с ним давать интервью. И вот слышите, что в этом интервью уже из уст игроков заряда звучит задача стать чемпионами. Ребят, поздравляю вас с уверенной победой над Никой. Какая тактика была на игру? Ну, спасибо за поздравление. Тактика была, как всегда, низом играть и сбалансировать. Петя просил моменты сбалансировать, когда надо будет играть низом, когда надо будет подлиннее, пошире. Вот так вот. В принципе, все как обычно было. У вас бывает такое, что вы часто пропускаете в начале, но туда же повели. С чем это связано? Отвечает Владислав. Не знаю, просто так получается, что мы в начале все время пропускаем, но, слава богу, потом забиваем, вытаскиваем игры. Не могу сказать, с чем это связано. Почему-то меньше двух голов мы не пропускаем. Это да, это наша цифра. Скажите, какая задача ставить на этот сезон? Ну, как таковой конкретный, по крайней мере, я не слышал, но я думаю, что чемпионство будет до заряда такое отличное место. Да. Спасибо. Желаю вам добиться этого чемпионства. С победой. Друзья, что же, у нас первый, единственный на сегодня гости в студии. Это тренер команды лидер высшего дивизиона Зура Пантия. Зура, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рады видеть мы тебя в этой студии. Уже по один раз пытались мы пригласить тебя в самом начале, но не получилось. Сейчас, к счастью, все сошлось. Вообще, хорошая у нас традиция появляется, что у нас каждую передачу тренеры команд, которые лидируют в высшем дивизионе, появляются в студии. Зураб, ну и первый вопрос. Ты у нас человек в лиге новой, в основном всю свою футбольную карьеру в ЛФЛ провел на юге и на западе. Как тебе сначала уровень высшего дивизиона юго-западной лиги? Во-первых, спасибо, что пригласили, взаимно, очень приятно. Что касается уровня, я новый человек на юго-западе, но не скажу, что я ничего не знал о лиге, потому что у меня и знакомые, и приятели играют, и с ребятами, как раз с Метеором, бывшим ММФ, мы часто пересекались, тренировались вместе. Знаю, как о, скажем так, не самой слабой лиге, во-первых, и в любом случае, ну не скажу, что я прям, что-то меня удивило. То есть, в принципе, я был готов. Ну, смотри, получается, да, кто, может быть, забыл, Метеор название тоже для нашей лиги новой, на самом деле, это команда ММФ, просто переименовалась по ряду причин, в принципе, вот у тебя это первый тренерский опыт в УФЛ? Да, первый. Когда было принято решение, если не секрет, о том, что с этого сезона ты возглавишь Метеор? Не секрет, конечно, мы разговаривали с руководителем Метеора, Тихоном, Исейским, перед началом сезона, буквально там, за месяц, за два, мы опять же, повторюсь, встречаемся, иногда в футбол играем, на тот момент как раз вместе играли, вот, и у него возникла в голове такая идея, он мне предложил, мы встретились, обсудили, ну, решили попробовать, почему бы и нет, то есть, в какой-то степени это, наверное, авантюра. Ну, в принципе, может быть и авантюра, но авантюры иногда складываются очень удачно и успешно, мы отмечали в конце прошлого сезона ММФ, команда в конце чемпионата играл очень хорошо, руководил тогда командой Алексей Хадыкин, которому мы здесь пели дифирамбы и до сих пор, как бы, я считаю, что это один из сильнейших тренеров юго-западной лиги, сейчас он работает с командой второго дивизиона ММФ 05, но я думаю, это временно и скоро Алексей, надеюсь, увидим и снова в какой-либо из команд высшего дивизиона. Вот каково было приходить после другого тренера, что нужно было в первую очередь поменять, потому что мы заметили, что в принципе состав сильно не поменялся. Да, пришли несколько человек, как я понимаю, это все твои креатуры, это Антия Тимур, это Михаил Павлов, Ященко Вадим, Ковалевский Антон. Да, четыре человека, ушел, ну, видимо, там по футбольным и по нефутбольным причинам Марат Азизов, только что можно считать сильной потерей для Метеора. Вот с чего начинал-то работать? Ну, опять же, с Хадыкиным мы пересекались, тоже я участвовал в его тренировочном процессе, то есть там для себя поддерживал форму и так далее. Действительно, квалифицированный тренер, футбольный человек, естественно, после такого человека нелегко прийти и дать какой-то там результат, и в принципе, вызвать желание у людей там как-то играть и давать результат. Но, что касается моего какого-то подхода, он у меня свой, и я никак не ориентируюсь ни на кого, то есть у меня есть свои взгляды, я давно в футболе, давно в ЛФЛ, и просто пытаюсь, выиграл, в конце концов, что-то там хотя бы на каком-то уровне, и пытаюсь просто объяснить, что нужно для того, чтобы выигрывать, и, как я считаю, это работает. Ну, что бросилось в глаза больше всего, когда принял команду, ты же наверняка вот тренируешься, смотря на прошлый сезон, когда у них не получалось, они постоянно возьмем второй круг, о котором мы только что говорили, им постоянно не хватало сконцентрированности в действиях, они могли в один-два мяча вести, и то ничего, играть, то проигрывает. Вот это бросилось в глаза, что какой-то психологический может момент в команде, игровой может какой-то, что бросилось? Есть момент, который сильно бросился в глаза, но это ни в коем случае не камень в огород тренера предыдущего, это просто чисто мое видение, я приехал на одну из игр и увидел такую ситуацию, что Голованов Иван, как я считаю, лидер нашей команды, один из лидеров, который играет в середине поля, и на мой взгляд, это вот именно человек, который должен играть на этой позиции, я увидел его слева в защите, то есть для меня это было таким сюрпризом, наверное, больше в негативную сторону. И еще несколько ребят, которые играли не на своих позициях, несколько, грубо говоря, пару человек, и основной задачей для меня было, наверное, опять же, как я вижу футбол, людей, использовать именно сильное качество людей, уметь их использовать правильно, а не навязывать какой-то свой стиль, свою игру, баланс между этими двумя... Найти самую адекватную позицию на поле для этих людей, где максимальную пользу могут принести. То есть, в принципе, в игровом плане Метеор не пришлось менять, там что-то новое строить, никаких тактических, каких-то мега задумок новых не появилось. То есть, базис был... Ну, нет, окажется, 70-80% в ходы генерия, я ошибаюсь. Нет, не так, ни в коем случае не так, потому что, как раз таки, что касается командных действий, сейчас я отдельно рассказал о том, как я вижу, чисто мое видение, а что касательно командных действий, то, если вы заметили, мы играем активный прессинг, активно, без мяча, это очень важно, и это уже чисто мое введение, потому что я считаю, что без желания, без самоотдачи и, не знаю, какой-то вот... Как сказать правильно? Ну, в общем, без желания в футбол играть нельзя, и я стараюсь его именно чуть ли не выдавливать из каждой минуты, это желание, из каждого из ребят. Мне кажется, это каким-то уже помогает. Я бы еще про изменения отметил, что у Алексея, центрального защитника, играл в основном Алексей Строжук, а сейчас появление Михаила Павлова, центрального защитника, стал играть Михаил, Алексей играет в центре, и попадает у нас и в символические сборные тура, и выделяем мы его, то, что действительно в центре, помимо Ивана Голованова, это хорошо, когда для ЛФЛ это важно, когда есть ротация игроков, и один игрок может заменить другого без потери качества. Да, абсолютно согласен. Что касается Алексея Строжука, я совершенно не вижу его центрального защитника. И немного даже не понимаю, как он вообще играл на этой позиции, потому что с его габаритами, с его данными, во-первых, он очень здорово бежит. То есть он скоростной игрок, он игрок, который может что-то придумать впереди. То есть обыграть, где-то прокинуть себе мяч на ход, создать какую-то ситуацию, но ни в коем случае, на мой взгляд, это не центральная защита. Поэтому, что касается Михаила Павлова, для меня вообще, во-первых, это мой хороший товарищ, друг, но это ни в коем случае никак не связано с тем, что я считаю вообще его одним из самых сильных защитников ЛПЛ, в принципе, за все время, которое я видел. По крайней мере, что касается именно отбора мяча, для меня он просто незаменимый игрок. В последней игре с Юзином видели мы, что травм получил Михаил, серьезно, несерьезно там? Нет, это был просто ушиб от столкновения с соперником, ничего страшного, к следующим играм уже быть готов. Ну, самое главное, самое главное, это здоровье и хорошо, когда футболист, и тем более Михаил Павлов, мы его помним еще в высшей лиге по выступлениям за Изумруд. Мы помним Михаилу Павлова сейчас с тобой за выступление закрыли совет. это мы... Михаилу было 16 лет, Зурата у нас тоже одно время был заявлен, там на двух, на трех играх появился. Ну, к сожалению, сейчас это никак в профиле нельзя открыть, тогда еще не вилась статистику. Тогда Михаил у нас, тогда он был там по 16-17 лет, насколько я помню, там вообще молодые ребята были, и Михаил у нас выходил играть левого полузащитника, Тимур, твой брат, играл право, ты играл нападение, то есть такой триумвират, а сейчас Михаил Павлов у нас играет центрального защитника, Зурап у нас главный тренер, а Тимур у нас, как оказывается, джокером стал, да, исходя из результата последнего тура, который мы, да, мы перейдем чуть позже. Да, именно игру последнего тура обсудим. Я еще хочу отметить про раскрепощенную атмосферу, которая сейчас строится в Метеоре, не говоря о том, что она была закрепощена до этого, Алексей Хадыкин очень открытый человек, но так получается, не знаю, на фарт вы, не на фарт, всегда берете эту пятую раздевалку, часто там переодеваетесь, а шестая раздевалка это судейская, и мы часто, ну, судьи сидят, ждут своих матчей, какие-то у нас тоже переговоры, и слышим мы разговоры, которые идут в раздевалке Метеора, музыка играет, кто-то отвечает за музыку, то есть видно, что идет какие-то командные, командная работа, такая, знаешь, атмосфера очень, ну, как вот, близко к профессиональному футболу, практически никто у нас так в раздевалке не работает, в высшем дивизионе и вообще в Юго-Западной Лиге надо отметить. Что нагнетать, перед игрой, что-то накалывать ребят. Одним из самых, наверное, самых важных вещей, что для меня, опять же, было важно, в первую очередь, я сказал ребятам так, когда пришел в команду первый разговор, для меня самое важное в ЛФЛ, вообще ЛФЛ для удовольствия создан, для того, чтобы люди, которые участвуют, получали удовольствие, кайфовали, делали любимое дело, да, в какой-то степени, а тем более, если оно общее, так супер, получать удовольствие, то есть все вместе, если нет побед, если нет результата, если нет какого-то общения, какого-то дружеского отношения, друг за друга, где-то и на поле, и вне поля, то есть если этого всего нет, не будет ни в коем случае ни результата, ничего, то есть мы не та команда, которая приезжает, играет за денежку, вот это вот, приветствовали друг друга, там, половина не знает, как друг друга зовут, и до свидания, как бы, это не принесет результат, я считаю, я считаю, что нужно, как бы, все-таки, дружить, и дружить хорошо и близко, такая дружеско-родственная связь, как в семье, да, мы уже об этом говорили, что большие коллективы, перспективы, именно создаются вот так, когда, в первую очередь, идет дружеское, человеческое отношение, а потом уже какие-то там, финансовые блага, и все остальное, что для ЛФЛ правильно, и так и должно быть, у меня вот вопрос еще к Зарабу есть, вот в этом чемпионате уже был определен отрезок, где вы потеряли ряд очков, которые, в принципе, от вас никто не ожидал, с чем был связан, и какая работа провелась? Я, кстати, очень хотел поговорить как раз вот на эту тему, я, естественно, анализировал ситуацию, и ни в одной из игр, точнее, ни с одним из поражений в этих играх я не могу согласиться, потому что по игре мы не проиграли ни одной из игр, из тех, которые, где потеряли очки. Что касается игры с МГУ, вообще непонятно, то есть, я считаю, что ребят, ну, я не хочу ни в коем случае принижать их достоинства, команда хорошая, молодцы, но мы, как минимум, тоже могли выиграть эту игру, тем более у нас был отрезок, мы в большинстве вообще играли. Да. что касается столицы Артель, ну, это вообще выражается футбольным термином отскок, потому что мы в первом тайме забили штук пять, у них стиль такой, я понимаю, как бы молодцы, там, от обороны, все дела, но они закрылись так, что после первого гола, то есть, ну, условно говоря, у них было три момента, они забили два, у нас было 10 моментов, мы забили ноль, а что касается Ники, здесь уже, наверное, немножко другой вопрос, здесь вопрос индивидуальных ошибок, наверное, это поражение можно признать, в отличие от тех двух, о которых я сказал, то есть, вот, это поражение от Ники, оно было такое неприятное, потому что там были... Самое неприятное, да, от Ники прошло. Ну, там, получается, вот, метеор, провис, именно неделя была, потому что матч Ника и Три звездочки, они были спарены, в субботу, я точно помню, играла Ника, в воскресенье, играли Три звездочки, и за неделю до этого была столица Артель, то есть, в принципе, три поражения, они были в трех матчах за неделю, за неделю они были, дальше была победа на зубах Сударан 3-2 в один мяч, дальше, по-моему, Техносила победа, тоже там, с разницей в один мяч, и дальше уже Бутово, там, 6-1, как-то, в психологическом плане команда все равно себя чувствовала уверен, то есть, вот, даже вот, если рассматривать поражение от Ники, индивидуальные ошибки, мне кажется, это просто достаточно от трех звездочек, когда, по идее, казалось бы, результат могли брать, результат не получился, может, где-то на подсердном... Нет, наоборот, сначала была игра с Никой, а на следующий день с тремя звездочками. Ну, значит, я очень сильно ошибся, и, значит, с тремя звездочками уже было потихоньку возвращение, а затем вот эти вот, победы на зубах в один мяч. Ты, кстати, правильно сказал вот об уверенности. Это действительно очень важный момент. То есть, те победы на зубах, о которых сказал Миша, они, как бы, знаете, они как бы вроде по счету на зубах, но на самом деле, если смотреть игру, анализировать, мы действительно действовали лучше, могли выиграть больше, но почему-то мы выиграем в один мяч и с трудом, действительно, с трудом. И очень важно одержать такие победы, чтобы пришла та уверенность, которая выливается в то, что есть там, допустим, на этот период. Плюс тебе, как тренеру, приятно же смотреть на людей, то, что они 60 минут полностью сконцентрированы на игре, и несмотря на то, что происходит на поле, получается, не получается, они все равно вот это вот догрызают, дорабатывают и поддерживают друг друга, в принципе. Команда чемпионами именно так и рождаются. По-другому, я думаю, тяжело их создать, тем более, какая атмосфера у вас в раздевалке, это просто, мне кажется, позавидует любой. Ну да, вот в Юго-Западной Лиге я такого не видел пока ни разу, к сожалению, и надеюсь, что будут появляться у нас команды, которые будут себя вести и также готовятся к матчам, в такой атмосфере в раздевалках. Узраб, в матче 10-го тура был повержен заряд со счетом 4-3, это был, наверное, центральный матч всего тура, по итогам этого матча у нас попадает символическую сборную тура два игрока, ты попадаешь как тренер, вообще вот против заряда сложный, был матч? Знаете, наверное, не самый сложный матч с точки зрения какого-то содержания, индивидуальных каких-то моментов для наших игроков, но сложность заключалась в том, что у заряда есть определенный стиль, ну, это мы узнали по ходу игры уже, то есть, заранее мы не готовились, у них идут длинные передачи на своего нападающего, который неплохо цепляется, скидывает и так далее, и важно было подстроиться под них, то есть, мы, у нас, опять же, повторюсь, Миша Павлов играет центрального защитника, он здорово умеет играть один в один с любым нападающим, неважно, какого он роста, веса и так далее, вот, нам важно было нейтрализовать вот этот момент с их нападающим, а в целом, с Голановым, да? да, а в целом, ну, не скажу, что какие-то прям сложности нам достал заряд. Ну, победа важная была и с турнирной точки зрения, и вот потихонечку от заряда переходим мы к отчетному туру, к последнему туру, 27 октября матч, Зюзина, Метеор, я, счет 4-3, но вот, я наблюдал этот матч, и для меня было как-то, на самом деле, я увидел, что Зюзина вышла не в самом оптимальном составе, во-первых, что в воротах Вячеслав Асташин появился, полевой игрок, и как-то 3-0 по ходу матча ведет Метеор, все как-то тихо, спокойно, как мы любим говорить, да, и дальше идет какой-то взрыв от Зюзина и 3 мяча, там, Микаэлян суперактивность проявил, и поддержали его футболисты, Зюзина, 3-3, и какие-то еще есть моменты, уже там игра уже не стала тихо, спокойной, удаление у Зюзина, Дмитрий Черниченко за две желтые карточки отправляется досматривать матч с трибуны, и уже там на последней минуте штрафной, и Ковалевский хитово разыгрывает мяч, отдает передачу на анти, анти в ближний угол поражает ворота Асташина, 4-3, но тяжелая была игра, во-первых, концовка. Да, во-первых, мы далеко не идеальная команда с точки зрения всего, у нас первый сезон, мы сыгрываемся, у нас много новых игроков и так далее, это ни в коем случае не оправдание, это к тому, что именно такая ситуация, которая возникла при счете 3-0, это именно то, что, то, для чего нужен тренер в команде, чтобы не допускать в дальнейшем таких ситуаций, потому что если человек смотрел, допустим, условно, первый и второй тайм этой игры, то он просто будет в каком-то недоумении, потому что в первом тайме без шансов, сейчас, ну, пусть, ну, абсолютно разные таймы, я видел эту игру, я об этом говорю, два абсолютно разных тайма. И как только, это еще такой немножечко отголосок LFL, потому что LFL, это такой, очень, я не знаю, как выразиться, в общем, если ты в LFL чуть-чуть даешь себе слабину, то идет наказание просто мгновенно, я знаю это на собственном опыте, нельзя даже при счете 3-4-0 расслабляться нельзя. Мы расслабились, у нас был отрезок 6-7 минут, мы расслабились, мы получили 2, получили 3, и пришлось уже включать ну, мотиватора, да, ну, и это абсолютно могло не сработать, то есть я в этой ситуации был практически, как бы, ну, обезоружен, ничего я не мог сделать, вот, но слава богу, что у нас есть хитрый Антон Ковалевский, кстати, очень техничный парень, обратите внимание, сделал эту передачу на Тимура, то есть не стал там долбить куда-то в стенку, непонятно, полетитный полетитный, то есть хитро сыграл, а Тима и Антон, мы как-то вместе, кстати, выступали на юге, в Волхонке, мы все из одной команды, поэтому сыграны, и опять же, слава богу, что сложилось так, мы потом долго с ребятами обсуждали эту игру, смеялись, наверное, сами над собой, и, конечно, смех смехом, но это в какой-то себе не смешно. Ну, это, Зурал, я могу сказать сразу, то, что это практически в каждом матче происходит, то, что одна, то иногда и обе команды выдают там от 5 до 10 минут отрезок, когда они заваливаются, другое дело, как пользоваться этим соперникам, но это почти в каждом матче происходит, и вот эти 5-10 минут, там, может быть, в первом, там, может быть, во втором, вот как раз иногда могут переворачивать вот так игра, по поводу Зюзина, для них 0-3, это ни о чем не говорит, по одной простой причине, все-таки Костяк Зюзин, это довольно-таки, ну, уже взрослые ветераны, там, тот же Чернященко, тот же Царенко, который на бровке у них стоит, это люди, которые... Не забывай, там еще есть именно футболисты уровня Сучкова, которые Микаэляна, которые ведут за собой. Это понятно, мы говорим о том, что люди опытные, то есть люди наверняка сталкивались не только с 0-3, но там, и 0-5 они сталкивались, поэтому, в принципе, ну, что, ну, 30 минут, еще же 30 минут есть, тем более ЛФЛ нам показывает то, что там, даже вот взять там Чемпионат России, КФЛ, да, вот этот уровень, там, Лигу Чемпионов, там, ну, Игры на Москву, да, люди за 2 минуты переворачивают игры, за 2 минуты, в конце матча переворачивают, потому что соперник уже думает, все, все, дожали, там, 3-4-0, а потом смотришь, что бы результат, 3-3, а то и 3-4, и думаешь, мне, я рано со стадиона ушел, там, оказывается, все самое интересное было в конце, то есть, тоже, опять же, да, несмотря на наличие Миша Павлова, Тимура, Ковалевского, то есть, уже опытных игроков, повидавших, да, команда все равно дала слабину, то есть, они тоже не смогли где-то вот, вот это вот все сконцентрирует, то есть, ты, понятно, ты, тебя с тренером, с тренерского, то видно, то, что что-то происходит не так, но ты, как тренер, доверяя людям, которых ты выпускаешь, ты тоже не будешь там, но сделал ошибку, ошибки совершают все, да, и судьи, и футболисты, ты же не будешь его сразу менять, ты все равно даешь шансы ему там реабилитируется, а ты смотришь второй завал, третий, естественно, начинаешь только после этого работать, правильно? Логично же? Все правильно, все, но в любом случае все зависит от ситуации, именно то, что произошло в последней игре с Джузина, скорее всего, наверное, моя вина, я беру это вину на себя, и, в принципе, мы такого допускать не будем, потому что это детский сад, просто, других слов нет. Ну, понятно, но на ошибках учимся и становимся сильнее. Абсолютно согласен, ЗРАП, вопрос лично-игровой, именно по общероссийским соревнованиям, знаем, что на КФЛ на последнем ты играл за Кайзер, вообще, вот, скоро в Сочи чемпионаты России, собираешься ехать, как есть какие-то предложения? Предложений не было никаких, и, честно говоря, я, скорее всего, откажусь, у меня сейчас не хватает на это времени, пожалуй, откажусь. А вот, что касается игры за Кайзер, это, конечно, смешно немного, потому что я играл с 15 лишними килограммами, и практически без левой ноги, будучи на травме, поэтому, это, конечно, такое выступление забавное для меня. Ну, Кайзер, кстати, неплохо относительно. Да, да, да. Турнирной сетки КФЛ, вернемся в Юго-Западную Лигу, вернемся в наши реалии. нам просто нужно было узнать, сколько, кто из наших представителей Юго-Западной Лиги будет в Сочи на чемпионате России, будут некоторые люди, команд, видим, к сожалению, не будет, а вот именно, какие-то игроки, отдельные личности, пресса, будут представлять Юго-Западную Лигу на чемпионате России. Вынужден задать вопрос, один из туров, команд занимает первое место, вот между собой вообще о каких-то задачах говорите на сезон, или от игры к игре живете? Скорее, второй вариант, но при этом мы прекрасно понимаем, что, уже прекрасно понимаем, что тот настрой, то желание, исходящее, опять же, в любом случае, на поле выходят игроки, да, я хотел бы отметить еще отдельно, Игорева Мича, потому что во многом игра в атаке строится на нем, и его великолепное физическое состояние просто иногда даже удивляет. Вот, если настраиваться на игры так, как он, с такой самоотдачей, с таким желанием, то, возможно, все, мы можем и так же, как и выиграть этот чемпионат, на мой взгляд, точно так же, как и провалить оставшиеся там матчи. Но что касается именно задач, конкретных задач у нас никаких нет. Самая основная задача получать удовольствие от общения с друг другом и футбола вместе. Тогда сразу вопрос у меня возникает. Кто наибольшее впечатление произвел из тех команд, с которыми играли, и кто произвел наибольшее впечатление среди команд именно как по игре, по организации, ну, какие уязвили? Я, наверное, отмечу одну команду, которая мне действительно понравилась именно в организации. Я там не скажу, что там в уровне футбола, да, ну, это такое, я вот как болельщик в Барселоне могу сказать, что удивить в этом плане сложно. Но именно в подходе, в организации мне очень понравилась столица артель. Вот мне очень понравилась команда. Я считаю, что они одни из фаворитов, несмотря там на... А по игре? Наиболее привлекательный футбол для тебя, ну, помимо твоей команды. Ну, мы отметим еще, что не со всеми сыграл Метеор, с любителями, например, которые сейчас вы на втором месте. Я же говорю, которые видел и с кем приходилось сыграть, да, кто наибольшее впечатление вот именно по-игротски, вот, как болельщика Барселоны. Давай так тогда, как болельщика Барселоны, пока никто. Хорошо, как знатока ЛФЛ. Не может, она как успокоится. Как знатока ЛФЛ, столица артель. Понятно. И организации с футболом, в принципе, у них тоже ничего, да? Да. Понял. Антон восхудовлетворил ответ Зурабу. Вполне. Отлично. Давайте перейдем к Еврокубкам. Так уж получилось, что в группе Аш наш чемпионат играет против команды CDN, за которую выступает Зураб, команда Западной Премьер Лиги и в одной группе они, и в воскресенье в прошедшее встречались они на Сетунь парке и, к сожалению, к большому поражению. Потерпел чемпионат, сокрушительное поражение со счетом 3-7. Антон, ты этот матч видел, работал на нем. Зураб тоже видел. Зураб поразил ворота чемпионата, отдал голевую передачу, хотя игрового времени 2-2. Хотя игрового времени было не так уж и много. Хотелось бы, Зураб, ты как участник этого матча рассказал бы об этой игре, а Антон как сторонний зритель. Ну, начнем с того, что за час до игры сообщение написали ребята у нас в команде о том, что возможно чемпионат не соберется вообще. То есть у них проблемы со сбором. И уже тогда стало ясно, что, наверное, если даже приедет чемпионат, то не в состоянии, в таком, в котором они смогут бороться за что-то. Поэтому мы изначально понимали, что будет. И даже тот момент, что тренер наш выпустил с первых минут второй состав, уже, наверное, многим говорит. И, в принципе, честно говоря, эта игра для нас была для галочки, что называется. То есть нужно было просто приехать отыграть. Это честно. Ну, мы знаем, да, что были большие проблемы у чемпионата. Виктор Бело в стартовом составе вышел. Антон, тебе слово. все началось с того, что, наверное, минут за 30 до начала игры, за 40, я должен был официальную процедуру провести. Там ребята должны были заполнить протокол и там расстановку начертить. И Витя мне сразу сказал о том, что у него сегодня будет отсутствовать пять человек, на которых он надеялся. И о том, что результат первой игры, наверное, по сравнению с игрой, которая намечается, это еще лучшее, что могло произойти. Он не планировал даже сам играть. Форму взял чисто для того, если вдруг кто-то приедет. И когда я Виктора увидел стартовом составе, я понял, что все неплохо, все очень. Плохо. Мне, в принципе, по игре Зураб не стал сильно уж восхвалять свою команду и сильно, образно говоря, унижать соперника. Но, честно, наверное, сколько? 80% владения мячом было у ЦДНа. Там просто ужас, на самом деле. Грубо говоря, вот эти три контратаки, которые у них были, они их изобили. Все. То есть, ну, кого-то выделите, с чемпионата, можно разве что центрального полузащитника, Савченко, Антона, который забил. Да, забил два мяча, он, ну и плюс, наверное, Богдан Саенко, защитник, который отдал на него две голевые передачи. А так, в целом, в первом тайме, когда забили вот этот единственный гол, первый тайм, по-моему, 3-1 закончили, да? Нет, после первого тайма счет был 5-1. 5-1. Игра закончилась с 8-3, я сказал 7-3, я оговорился. да, да, И так вот, этот гол, который завелся в чемпионат, он был абсолютно нелогичный, то есть, там больше ошибка даже игроков, по-моему, цедейна была, чем чемпионат что-то разыграл, то есть, там какой-то отскок непонятный, что-то там, тыр-пыр, и в итоге мяч залетает чуть ли не в ближний угол, там, и вратарь, он тоже на расслабухе был на полный. Ну, это мы, Зураб знает, как болельщик Барселоны, это Виктор Вальдез, помнишь, такой стоял в свое время, человек, он тоже там, да, когда ты там 60 минут не касаешься мяча, тут тебе прилетает из толпы, там, куда-то под опорную ногу, понятное дело, можно пропустить, ладно, ребята еще там 5 забьют. Ну, в принципе, сильно что-то тут рассказать нельзя, поэтому, все, что там максимально интересно было, вот, я увидел. Ну, мы отмечаем, что Динармедов поражает ворот своей бывшей команды, Артемий Пономарев делает дубль, Зураб делает дубль, и того, получается, 5 мячей забивают игроки, так или иначе, относящиеся к юго-западной лиге, или раньше относились. Причем, более того, Пономарев, да, и Медов, они... В том году, еще в этом году, они за суперкубок против трех звездочек выходили в составе чемпионата, но, к сожалению, то, что чемпионат по неспортивному принципу выбыл в первый дивизион, сказалось и потерял этих футболистов. Команда. Отметим, что у ЦДН не было еще Александра Юшина, хорошо нам знакомого Максима Силкина, который тоже играл в нашей лиге за пищевик. То есть... Зураб же об этом искал, о том, что была информация о том, что вообще могут не приехать, и зачем полную обойму футболистов вызывать, если так, в основном, планировался уже выпуск второго состава или игровой практики. В принципе... Соглашусь. Ну что же, будем отпускать Зураба, будем говорить ему большое спасибо за то, что к нам пришел, и пожелаем удачи Метеору, ему лично на полях LFL. Спасибо большое. Всего доброго. Счастливо. Попрощались мы с Зурабоманти, сейчас посмотрите на ваших экранах, видите таблицу в группе H, Наша Кубка LFL, CDN на первом месте с 12 очками, Aeroflot и XP Torque делят второе и третье место с шестью, и наш чемпионат, к сожалению, с нулями баллами, находится на четвертом месте. Эту игру мы обсудили уже подробно с Зурабом, и позвольте перейти к радостному событию. Группа, любители, после результативной ничей, и дома с командой Беда на выезде одерживают важную в турнирной ситуации победу, хоть они пока на четвертом месте с четырьмя очками, но там на втором месте Беда, у них пять очков, по личным встречам у любителей будет преимущество. Играть дома с Трансгарантом еще, да, играть на выезде с Фениксом 9, но я думаю, с Трансгарантом дома играть можно и нужно. И брать так необходимую победу, которая, ну, можно сказать, позволит уже реально задумываться о том, чтобы продолжить борьбу в турнирной таблице. Но еще предстоит игра с Фениксом на Западе. Ну, мне кажется, беду обыграли. Феникс 9 разберут ребята первый матч. Я вот часто тебе хочу сказать по поводу любителей Феникс 9 и игра на Сетуне. Мы знаем с тобой о том, что все-таки поле на Сетуне, оно по размерам меньше, чем у нас на Вернатке и меньше уж тем более, чем на Фоско, где играли с бедой. При том наборе футболистов, любителей, которые есть, плюс при том подходе, который появился в последних двух турах, ключевых мы их с тобой называли, это ключевые два тура были для любителей, чтобы либо остаться, либо полностью лишиться шансов. Я думаю, есть шансы нацепить. Тем более, в последних турах, скажу тебе честно, я часто бываю на Западе, в Феникс 9, не столь уверенно себя чувствую, сейчас как на старте чемпионат. Ну, вот с Титаном, последняя игра там. Просто ужас. Да. Кому интересно, можете посмотреть на сайте все информации. Давай, мы перейдем к любителям над волевой победной бедой. Вторая, ребят, победа волевая за выходные. 1-0 проигрывали, но потом Никита Зиновьев, твой любимый футболист, как ты его говорил, на 53-54 минуте забивает два мяча в ворота Юрия Струкова, побеждают любители со счетом 2-1. Ну, давай скажем еще о том, что Евгений Шендрик имел ряд очень неплохих моментов, то есть не надо смотреть на итоговые 2-1, там счет мог закончиться, или беды прям полной бедой. Ну, давай будем говорить, что и Александр Николаев, несмотря на ошибку в пропущенном мяче, Александр Николаев уже третий вратарь в этом групповом этапе у любителей. Александр Николаев дебюти играет в этой игре с бедой. За исключением вот той ошибки, которую он допустил, в принципе, В целом, надежно, надежно, и на последних минутах там такой удар вдальний угол, вылетающий с подзащитников, там верхом чуть-чуть, но все равно сложно и вытащил, молодец. Молодцы, вся команда молодцы, молодцы просто. Ребята, огромное вам спасибо за предоставленную вот эту радость, которую вы нам подарили. И вспомним даже вот момент перед первым мячом Никиты Зиновьева, там же опасная атака у беды была, и как там Егор Кузнецов помог, заблокировал удар, и пошла вот эта контратака, там Евгений Шендрик там где-то зацепился, отдал потом там ряд передач, сначала Солунин разгонял эту атаку, отдал на Шендрика, Шендрик там отыгрался Зиновьев, и Зиновьев вот это вот с левого фланга, он уходит под правую ногу и бьет. В этой лиге у нашей сколько раз это проходило, может быть на Севере об этом не знали, может быть еще что-то, Надо следить за нашим чемпионатом. Надо следить за нашим чемпионатом, тем более получается, что с Севером у нас тфу-тфу-тфу, пока что баланс очень хороший, у нас победа трех звездочек, у нас ничья и победа над бедой у любителей, то есть мы против северных команд пока что выступаем неплохо. Пока это наши клиенты, надеюсь так же будет и с командой Местзападной линии, это наши прямые конкуренты, кто не знает. чемпионат не помог, ну может быть рейдер Тингу спортером порадует нас чуть-чуть. Может быть. Ну мы поздравляем сердечно любители, очень рады, ребят молодцы и надеемся мы, что выйдете вы из группы. Переходим мы к Лиге Чемпионов группа А, поздравляем три звездочки с победой над Динамо, пусть она была уже одержана относительно давно, но месяц мы не выходили в эфир и не могли мы не поздравить Артема Цирина, говорили много о Динамо и с ним говорили, когда он приходил к нам в летнюю студию, что будут выводы сделаны по матчу с Динамо, потому что в прошлом году было два сокрушительных поражения, и вот сейчас мы видим 3-1, звездочки побеждают, улучшают свое турнирное положение, и сейчас нужно будет, когда будет выездная игра с Динамо, постараться зацепить там же за очки, говорили мы в прошлой передаче о том, что для третьего места, для того, чтобы попасть в Евровесну, в кубок ЛФЛ, в весеннюю часть, нужно занять третье место, но сейчас ситуация в группе складывается так, на ваших игрованных турнирная таблица, что в принципе можно подумать и о втором, но это очень много возможных вариантов, сейчас, конечно, жизненно необходимо это постараться не проиграть Динамо, лучше, конечно, выиграть, и дома обыгрывать Бобр, и вот в случае, если эти результаты будут, Евровесна уже точно обеспечена, в каком турнире. Евровесна в любом случае будет обеспечена, если мы, три звездочки, смогут обыграть Динамо на выезде, а любители показали своим примером, то, что обыгрывать северную команду у них дома, это реально, это возможно, поэтому все в руках руководителей команды, трех звездочек, и в ногах самих игроков. Желаем удачи Артему Цирину и Сорену Степанянцу в продолжении победной поступи в Лиге Чемпионов и с первой их победой. 20 октября стартовала у нас и Лига Москвы, традиционно турнир для клубов Юго-Западной Лиги привлекательный, относительно успешный, в том году очень хорошо и Росвоенопотека, и Заряд выступили в этом турнире. Ожидаем мы от нынешних. Ожидаем мы от нынешних. От трейдер Team Goofs и от Atlas ждем мы отличных результатов. И первый тур показал, что наши ожидания не беспочвенные. Трейдер Team Goofs дома со счетом 6-1 обыгрывает Корнева. По делу обыгрывает. Причем проигрывает 1-0, выливая победа. Там был два или три момента за всю игру этой команды. Мне кажется, трейдер мог и больше накидать. Но 6 для них было достаточно. Трейдер Team Goofs играет в нас в группе С. Посмотрите турнирную таблицу этой группы. Также еще Портер и Северный Альянс. Портер обыграл 5-3 Северный Альянс дома в первом матче. Конечно же мы все ждем, учитывая наши добрые отношения с западной лигой, противоборство трейдера и Портера. Верим их подопечных Владимира Гулешинова и желаем им удачи в этих встречах, как и во всех встречах Лиги Москвы. Может, с третьего раза удастся все-таки нашей команде победить Портера. В том году ипотеке не удалось, заряду не удалось. Ну, тогда получается, ну, да. С третьего раза будем надеяться. Да, с четырех, пятой, шестой игрой. Будем надеяться, что получится. Ну, посмотрим, будем болеть, переживать, поддерживать наши команды. В группе Д играют Атлас, играют они на выезде против команды Руси в первом туре и уверенная победа 4-0 дебют в Еврокубках для команды Максима Адаксина и Анвера Бояркина оказывается удачным. Будем надеяться, что это победный поступь будет продолжено в эти выходные. Дома команда играет против Вета. Также в группе еще Витязь. Витязь в этом в первом туре играет ничью 3-3. Также мы верим в Атлас и желаем ребятам победы. Будем следить за их выступлением в Лиге Москвы и рассказывать вам, как и Атлас и Трейдер выступают в этом турнире. Обсудили мы с вами уже высший дивизион, обсудили Еврокубки. Прекрасная беседа, я считаю, получилась с Дураба Мантия. Давайте перейдем к первому дивизиону. Видите вы турнирную таблицу на своих экранах. Лидирует у нас Росвоен ипотека. На втором месте у нас ММФ-2. ММФ-2 потихоньку незаметно, так ни для кого. По 13 матчей 25 очков и команда находится в зоне плей-офф. Трейдер, Тим Гус и Селеста по 23 балла имеют после 12 матчей. Прайд после 11 22 очка. Кооператив Озеро Вершина, Алмаз, Ханговер такие середняки. Но если Кооператив Озеро еще может попасть в зону плей-офф, то мне кажется Вершина это твердый середняк, а вот Алмаз, Ханговер все-таки ближе пока что думают о том, чтобы не вылететь. Как нам Родион Масюка говорил о том, что главное не вылететь. Тонна вышла из зоны вылета и находится на 13 месте. Химик находится на 14 месте и в зоне переходных матчей. Карбланш Метрологик Нибиру и Торпедо Гагаринский находятся в зоне вылета. Отметим мы, что покинули первый дивизион по разным причинам команда КамАЗ и команда Айсберг. К сожалению для Лиги не смогли они доиграть этот чемпионат, поэтому 18 коллективов продолжают свое турнирное шествие по стадионам юго-западной лиги по новому регламенту 4 команды вылетают напрямую и 14 место будет играть в переходных матчах. Также в связи с тем, что в матче первого круга ни Айсберг, ни КамАЗ полностью не сыграли, очки команды, которые обыграли и КамАЗ, и Айсберг аннулированы эти результаты. Соответственно, не пугайтесь, если вы увидели, что где-то не досчитались очков, стало их меньше у вас в турнирной таблице, это значит, вы обыграли или КамАЗ, или Айсберг, а может быть и КамАЗ, и Айсберг, и эти очки у вас убрали, таковы правила регламента, здесь ничего не попишешь. Ну что же, Антон, давайте перейдем к обсуждению матчей тура, давай начнем с утра субботы, матч Тонн-Атлас ты увидел, послушаем тебя. Ну, что хотелось бы отметить, как иногда говорят, Атлас, честно, в этой игре, я и после игры с Максимом Мадаксовым разговаривал, я говорю, Максим, что случилось, почему такие низкие скорости, вроде тот же самый состав, вроде ничего шибко сильно не изменилось, стратегия вся та же самая, играть вот так в контроль мяча. Максим говорит, я не знаю, я ответить на этот вопрос не могу. Анвар Бояркин провел не самый лучший матч, часто менялся, не знаю, может какой-то спад, что-то может быть происходит в жизни у людей, мы все знать с тобой, к сожалению, не можем. Тонна очень понравилась, честно, Тонна очень понравилась и ты знаешь, какими-то эпизодами Тонна напоминала даже не представителя первого дивизиона, представителя высшего дивизиона, настолько грамотно, настолько быстро разыгрывать мяч, реально все три мяча Тонна забила за счет быстрых конденсационных действий, то есть там за 3-4 передачи они входили, уже в штрафную я тебе могу сказать, что два мяча они забили после выхода 1-1, и мяч разыгрывался от защиты в три передачи. то есть но это говорит о том что вот он потихоньку себя находит ты об этом говорил да часто то что не надо смотреть это для тонны это нормально стартовать плохо но ребята потихоньку выходит набираю даже без ильи егорова его не было прекрасно выглядели честно очень понравились и в принципе все у них будет хорошо атлас мне не понравился атлас не понравился даже самим игрокам атласа они сидели после игры долго разговаривали не знаю чем мы тоже как думаешь может быть это следствием вот победы в первом туре на москву со счетом 40 чуть расслабились ребята еврокубковый матч 40 победа да там уже через но много времени прошло относительно с этого до носилом какая-то мне кажется может быть может быть это в силу того что мы знаем то что атласа присутствует все-таки группа молодых футболистов да и после игр на москву мотивация с команды которые извините идет очень низко там разница почти в 10 позиций может быть но и и тебе говорю от бросилась то что отсутствовала скорость сосу скорость то что человек 22 там 23 года и да даже в 27 и 30 лет то что он не восстановился там за сутки или там за неделю не морально физически никогда в жизни не поверю они начнут делать неделю чтобы не восстановиться поэтому не знаю ну получается вот воскресенье была одержана победа 40 не может говорили ну посмотрим посмотрим как будет дальше посмотрим в эти выходные нас ждет домашняя игра атласа в еврокубках посмотрим как они будут выглядеть естественно эту игру мы покажем желаем удачи максимуму и анвару будем надеяться что опытные футболисты все равно найдут выход из сложившейся ситуации я уверен да атлас решают свои задачи сейчас у них просто будет борьба уже на двух фронтах будем надеяться что и там там они преуспеют ну им же лучше чем больше игр с хорошими соперниками чем больше игр с мотивированными соперниками чем команда становится сильнее мне кажется в таком молодом коллективе как атласа от необходимо ну а дальше грянул сенсация и грянул гром и грянул гром над стадионом вернатка парк единственный ноль был графе поражению команды росла ипотека вышли они играть против карбланша имея ноль поражений и через час в графе появилось одно прекрасная игра в исполнении подопечных гигл и чентурии поздравляем мы сердечно карбланша в прошлой передаче мы говорили что не будем мы ничего говорить о карбланше потому что ну пока вот хорошего сказать нечего а вот именно сидеть тут и говорить только плохое мы не хотим сейчас есть повод поздравить команду знаю что работают они сейчас активно на трансферном рынке уже в ближайшем туре ждите пополнению карбланша в линии обороны плюс уже против росло ипотеки дебютировал новый хороший фланговый футболист что по результату дало свои плоды конечно росло ипотеку очень тяжело обыграть но в принципе в принципе рано или поздно должно было случиться росла ипотека уже в последнее время не набирала вот с такой легкости очки даже последний матч это приоритет победа в добавленное время это вершина победа 3 2 но такая она вымоченная победа на самом деле по игре но тяжелая победа карбланш команда которая не признает никаких авторитетов ты знаешь я расскажу историю когда еще играла команда во второй лиге против химика было матч и по моему химик вел со счетом то ли 5 то ли 6 0 оставалось минут 10 до конца и на скамейке запасных был как раз его чентури он начинал эту игру он играл но у него по моему заднюю поверхность бедра он дернул и ну вроде там пом 6 0 был счет и и он гитая что я замена он еле ходил уже я могу гигла куда ты выходишь я бы смысл 10 минут до конца счет 0 6 зачем он будет ну да ведь я понимаю уже не выиграть но может ничейку сейчас зацепим вот это вот показывает о том то что ставит человек перед собой перед командой максимальной цели нет для него никаких авторитетов и поздравляем карбланш с этой победой давай дадим слово артур пигиде футболисту карбланша артур пигида игрок команды карбланш артур здравствуйте сегодня играли вы с лидером первого дивизиона с розовой инпотекой трудовая победа 3 2 ну и собственно прокомментируйте игру как она складывалась для вашей команды что получалось что не получалось ну что можно сказать команда очень сильная очень опытная мы уже не первый раз не встречаемся как бы вся команда знала что сильные игроки все настраивали знали что будет битва что ребята сдаваться не будут как бы настроены были можно сказать на войну что не получалось что не получалось наверное сыгранность пасы так как хотели играть не особо получалось ну командный дух сила игра до конца упорство дало свой результат ну как бы так по прошествии уже по сути первой трети всего сезона цели и задачи карт-бланш выполняется в стопроцентном соотношении либо же что-то идет не по плану знаете как поставлены целые цели конечно не до конца выполняется мы всегда хотим максимум каждый год хотим выйти все лига и выше и выше но как видите не всегда получается очень сильная конкуренция приходится много тренироваться много чем жертвовать ну вот пытаемся держать баланс и все равно идти вверх все благодарю спасибо за спасибо большое до свидания пару слов скажем о русовой ипотеке то что они проиграли страшного ничего нету я думаю разберется руководящий штаб команды с тем что произошло и уже в ближайшее время мы увидим ту самую русовой ипотеку более мотивированную но сейчас вот их в ближайшем туре ждет очень интересная игра с кооперативом озера если кооператив озера такая вот барс первой дивизиона команда которая играет в контроль мяча то у русовой ипотеки очень много построено на физическом давлении на прессинге посмотрим мы будет интересное противоборство двух стилей посмотрим какие выводы сделали футболисты своей ипотеки и что они покажут эти выходные в принципе если уж возвращаться гегли чентуре давай тоже его отметим то что это играем все-таки дал одну углевую передачу и забил гол в принципе он как капитан как можно сказать вожак всего коллектива своим собственным примером зарядил ребят на это был положительный результат а по поводу ипотеки мы с тобой знаем и по матчам разных дивизионов что когда лидер начинается скрипом добывать победы или там спасаться на последних минутах рано или поздно это приходит к тому что итоговое поражение чем связано психологическая там самоуверенность или там еще что то не знаю но это происходит из раза в раз из сезона в сезон со всеми лидерами поэтому это все нормально да все проходили другое дело насколько это затянется или это лишь секундная слабость если это затянется то команда может растерять все что накопил до этого если же более плотности результатов да то есть одно поражение и уже извините команда с 5 место 3 очка от тебя вот и все поэтому надо вопросы решать свои сейчас ну отмечали мои что нас в этом году в высшем дивизионе очень большая плотность на 1 дивизион еще раз повторюсь это сильнейший первый дивизион возможно даже за всю историю лиги сильнее не помню я помню все сезоны самого начала сильнее первой дивизионной не помню вообще всегда было 23 до коллектива которые боролись со старта и до конца сейчас непонятно вообще кто здесь в итоге окажется на первом кто окажется морская даже за зоны плыву на девятом из меня 9 место 20 очков кооператива озера у которого 11 игру ммф 225 13 игр и площадка оператив озера два перенесенных матча вот этих выигрывает извините 26 на 25 ммф-2 уже вылетает с пятерки поэтому ребята все ваших руках ну и тем более озеро сейчас играть с росла ипотека да опять же может зацепить и потенциально озеро у нас даже ипотеку уже может обогнать ну все ваших силах мы переходим к следующему на ханговер метра лоджик игра тоже транслировалась хоккейный счет 64 классную игру показали обе команды но если ханговер мы как говорил родион массивка играет в агрессивный футбол в принципе результат у команды хороший с трейдером они там ничью сыграли там на последних минутах трейдер убежал от них и вообще принципе ханговер как тут нравится мне они в этом сезоне чуть поспокойнее стали чуть чуть конечно не все ну как тут но больше уже на футболе как они живут ребята привыкают к футболу да да а метра лоджик в прошлой передачи как арбланш они стали мы о них ничего говорить но вот это опытная команда опытный турнирный боец с отличными футболистами с обладателями кубка лфл в своем составе ну и вот наконец-то 64 победа команда потихонечку выбирается с низов турнирной таблицы поздравляем константина шакерзянова с этим успехом давай сразу дадим слово константина шакерзянова из метрологика и родион массивку из ханговера антон ну ты внимательно следил за этой встречей скажи пожалуйста нам что интересного там было и как развивались события ты знаешь ханговер вел 31 то есть со старта очень хорошо начали ребятам там понятно мы и пенальти был ну то есть оказывали хорошее давление и все вроде было под контролем но метра лоджик мы с тобой знаем эта команда которая несмотря на то что происходит на поле они все равно свой шанс найдут создадут откуда-то из-под земли достанут но сделают и вот как раз здесь то то и произошло они вот создали несколько моментов забили гол поле что команда вполне проходима что не получалось на старте первые 10 минут ну а потом сыграл опыт опыт больше ничего хангойр мы с тобой знаем команда молодая видео 31 молодые коллектива зачастую думаю что играю против образно говоря дедушек они их дожмут сейчас они еще в конце подседок но не тут-то было метра лоджика несмотря на то что все-таки ветераны преобладают надо знать метра лоджик это ветераны с таким опытом с таким уровнем игрового интеллекта что расслабляться с ними не стоит что принципе вылилось в итоге результат 64 для меня неудивительно посмотрев опасные моменты даже можно посмотреть игру в целом все по делу и хангойру я желаю не расслабляться ведя в счете и по все-таки относиться более сконцентрированно к игре нельзя расслабляться нельзя одно дело 6-7 минут завалите проиграть игру а другое дело извините завалить почти тайм 30 минут для лфл это очень много согласен с тобой скажем о том что метра лоджик нашел замену ушедшему элвису мариус кофе прекрасно вписывается в игру метра лоджика куда метра лоджик без легионеров может привыкли да это еще джун не вернулся ну опять же не здесь куда он вернется может быть на поля уже не юго-западный но будем надеяться то что мы его не потеряем остается только надеяться команды метра лоджик добрый вечер сегодня играли с командой hangover упорнейшей борьбе вы одержали победу прокомментируйте вот матч и матч трудный команда хорошая нам отступать нет или последнем месте на предпоследнем моменте терять очки нельзя набирать так что ребят собрались проявили характер но можете сказать конкретно что сегодня в вашей команде вам больше всего понравилось ну то что рук не опустили до конца не играли боролись до конца и после включили голову когда на последний вопрос как думается насчет hangover сможет ли команда подняться повыше может они команда середины таблицы мне кажется все спасибо добрый день сегодня играли с командой метра лоджик к сожалению в упорнейшей борьбе проиграли можете прокомментировать данную игру игру но мы вели на мой взгляд все складывалось удачно ввели даже два мяча не забили пенальти к сожалению и потом все пошло против нас где-то видимо подсели где-то перестроиться чуть-чуть подождать потерпеть и вот получили два гола необязательных потом уже как-то конец подсыпались на ваш взгляд ключевой момент игры в ходе которого стало понятно что победа уже далека когда мы получили пятый гол когда получили пятый гол все спасибо большое за отвертой удачи переходим мы к следующему матчу это матч торпед гагаринский трейдер тим гус тоже хоккейный счет 63 трейдер побеждает тоже кажется и знаешь я наблюдал за этой игрой то есть я уже наблюдал и при счете 63 там например даже сергей цеплаков который появился на скамейке запасных торпеда того кто посмотрит гид скажет 63 там бились бились но не повезло быть нам на самом деле все не так безоблачно как эту шутку понятно говорил сергей 6-0 вел трейдер дальше решили они дать отдохнуть некоторым игрокам основного состава и владимир гуляшин провел ряд замен выпущены молодые футболисты кому игроки которые не всегда много имеет игрового времени торпеда опытные турнирные бойцы это почувствовали забили три мяча итог 63 торпеда сейчас активно ведет трансферную кампанию посмотрим чем она закончится будем надеяться что все их трансферные задачи реализуются трейдер же тоже пытается укрепиться трейдер борьба на два фронта первую игру как мы уже говорили прекрасном стиле корень его была обыграна знаю что на ближайший матч там возможное в еврокубках возможные варианты с ротацией состава скажу так но буду надеяться не помешает обыграть своего соперника в следующем туре лиги москвы трейдера вам нужно набирать очки нужно прибавлять в игре впервые учить в обороне уже было тактическое новшество от тренерского штаба трейдер это зайцев лучший один из лучших бомбардиров дивизиона все весь матч провел в бару ну значит человек имеет опыт значит он обладает необходим к и и потом общаясь с владимиром гульшиновым как бы я ответил то что заметил его тактическое новшество он видимо так до конца сезона и будем играть понятно интересное решение но знаешь они с василием минатовским очень много работы думать над тактикой и в принципе вот по игре с торпедой это решение конечно себя оправдал полностью то есть на сто процентов что же будет интересно будет интересно следующий матч химик селеста 4 2 побеждает селеста в этой игре расскажи ты знаешь я знаю эту игру игра у нас и транслировалась селеста побеждает в принципе побеждает конечно же по игре не так много моментов у химика химик забивают два мяча со стандартов первый гол это со штрафного второй гол с пенальти который дважды били если с первой попытки даниил тришин забил мяч но партнер его по команде в тот момент когда знаешь даниил носил дар по мячу его партнер уже наверно в районе вратарской площадке был так видим хотел сказать на добивание удара который еще не состоялась что пришлось заставить перебить но сменил угол даниил и уверенно переиграл ефимова хотя два раза подряд переиграть голки перселесты это надо умеет очень сложно даниил тришин это мастер есть нас некой инсайдерской информации что увидим его мы в сочи на чемпионате россии будем очень рады его видеть постараемся вообще про тех кто из нашей лиги будет присутствовать на полях в сочи надеемся мы что сделаем какой-нибудь ролик какую-нибудь такую мини передачу наши в сочи ну придумаем что-нибудь надеюсь то что получится у нас и будет достаточное количество народа вообще кто-то ходит едет и за ждите вы об этом мы обязательно узнаем да да у селесты не было когда вы на этом матче не было антона бугрова гнеткова это три футболиста которые определяющие но они не из-за да 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 есть нападение прекрасно себя показал виталий левшин в очередной раз николай дыбов отметим играл в этом матче евгений волков появился наконец-то в игровой форме составе селесты с одной заменой было средств химико было побольше запасных но не было первых кривенкова ярослава ну конечно же игроки выходящие на замену пока по уровню не дотягивают до тех кто сейчас находится на поле уж тем более не дотягивает до тех кто играл за химик в прошлом сезоне геннадий леонидович нам с тобой говорил о том что у него наверно первая половина сезона идет как раз вот на оптимизацию состава подобрать именно тех людей которые подходят под лигу и под задачи хотя бы сохранить прописку но принципе если они вылетят второй дивизион я думаю поборется поборется но и отметим что николай виноград забивает гол передает примеру привет и там семье и геннадий кос в том числе вместе они работали играли в системе красный пролетарий которых мы так часто вспоминаем там стрельбу из лука продемонстрировал николай послушайте интервью святослава ефимова после матча селеста химик слава поздравляю вас победы с уверены 42 какая тактика была на игру тактика проблемы со сбором у нас сегодня получились мы сыграли с одной заменой вот под оборонки у нас всегда игры с химиком получается тяжелые в том сезоне мы за три игры забил один мяч всего сегодня потому что это принципиальная игра настраивались на победу и удалось определенной тактики какой-то не было кто собрался сыграл максимально если я не ошибаюсь по моему в предыдущих играх у вас с химиком ну было много замен а здесь наоборот и удалось выиграть как будешь повлияло даже не знаю нет они они сильнее в том сезоне были точно я не знаю что у них случилось но сейчас они на порядок слабее оказались если брать кондиции как в каком они были в том сезоне и наш состав сегодняшний они бы выиграли просто они стали чуть слабее мы на волевых смогли тащить спасибо желаю дальнейшем также выигрывать спасибо следующая игра не беру кооператив озера не беру было на краю снятия там же на краю пропасти хотел александр комараков заканчивать эту историю очередной приход не беру в фл к счастью забрались решили играть первый соперник сразу же соперника оператив озера это не тот соперник с которым надо играть первую игру после возвращения считаю что не беру команда новая там не было знакомых там мельника каландадзе не присутствовали на этом матче галкипер новый так как денисов ушел союз тюрин также соболевым перешли в союз из-за не беру воспользовались они там дырочкой в регламенте по поводу того что команда может который уже объявил там о снятии могут перейти игроки с командными задолженности но это не суть важно итоговый результат поэтому таков какой получился да сейчас еще трансферное окно вот только открылась я думаю александр комараков сейчас может по-хорошему 6 футболистов заявить 3 в октябре 3 в ноябре будем надеяться все получится и будет конкурентоспособная команда и уж тем более очень надеюсь что он доиграет сезон потому что не хочется терять еще команды по ходу чемпионата но кооператив озеро по этой игре говорит что либо сложно я думаю более подробно всю силу этой команды нынешнюю силу о том что она сильная и крепко и мы не сомневаемся пока следующий тур с рост войны потекой будет хороший матч все будете свободны приходите посмотрите его мне кажется будет очень интересно и переходим к так сказать позднему вечеру воскресенье к завершающей части 1 дивизиона туре приоритет вершина 4 1 выигрывают ребята из приоритета не реализовав при этом еще пенальти в первом тайме игра получилась хороший быстрый где-то чуть нервный там в первом тайме был эпизод когда чуть нервы вспыхнули но потом успокоились и где-то уже в концовочке там минуты за три за четыре до конца тоже произошел эмоциональный всплеск с участием футболистов и иными игровые всплески это были эмоционально связаны с какой-то там игрой кто-то посчитал там что чуть-чуть грубее чем надо у него отобрали мяч да там full есть но не желтой это всегда да 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 игрокам кажется когда на них оказалось физическое давление что их там бьют толкают специально да да то есть надо разделять что не каждый фолл это желтая они каждое касание нарушения да 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 нужно понимать но у нас все все знают поэтому эмоции эмоции есть приоритет мне очень понравился вообще команда по-хорошему может претендовать и претендует на на прямой даже выход высший дивизион также отметим и что там много молодых ребят которые по возрасту проходит в молодежной сборной юго-запада и я думаю что там и воблов и жендерев там в первую очередь бросается в глаза я думаю что секционный отдел молодежной сборной за ними смотрит уверен что знаю что смотрит и когда молодежная сборная будет проводить свои матчи дома в из франции они свой туда получат по вершине по этому матчу что можно сказать команда борется команда играет свой футбол команда эмоциональная просто так они никому не они просто так никому не отдадут ничего и для с каждой командой это будет серьезный соперник свои очки они наберут точно это крепкий середняк ближе даже к верхней части турнирной таблицы при определенном раскладе до на концовку они еще могут зацепиться еще я повторюсь на самом деле не для кого ничего не потеряно поэтому что принципе и показывает последний матч этого игрового уикенда ммф-2 обыгрывает алмаз со счетом 20 входит зону плей-офф да у них чуть побольше матч чем у остальных но павел борискин и его команда так незаметно незаметно знаешь мы всегда думаем и в два хорошей команды там но на самом деле на самом деле там вот мы не можем выделить кого-то индивидуально да там но мы выделяли вратаря там гашил несколько раз но он во-первых не на всех матчах есть но вот это какой-то звезды у них не какой-то звезды но нету дисциплина игровая дисциплина сыгранность и ребят показывают достойный футбол стратегия на игру не менять никогда всегда пляшет от своего футбола поэтому и ниже шестого места ты знаешь они почему-то не падают ну напомним что несколько лет подряд они высшим дивизионе играли там и в последнем туре только вылетели когда они вылетели эту историю мы уже рассказывали неоднократно поэтому не будем 25 раз на алмаз дебютант алмаз тоже продолжается искать набирает потихонечку очки ведется работа на трансферном рынке думаю алмаз тоже довольно таки уверен себя чувствуя несмотря на то что там 12 очков ребята набрали но нормально все у них будет хорошо ну как нам говорил олег твердов в интервью главное вылететь да а там разберемся но они принц потихоньку справляются своей задачей а теперь послушайте большое интервью относительно большое флэш интервью владислава салагуб игрока приоритета после матча вершина приоритета влад поздравляю вас с уверенной победой чуть-чуть конечно не задержали могли сыграть суху скажи пожалуйста какой тактики я продержу сегодня спасибо конечно но я не сказал что победа была легкая все таки спасибо конца основного времени еще один то есть скользкий допустили ошибку в конце и я при счете комфортно не забил хорошем моменте из-за менее выгодных позиций забить получилось тактики так как соперник нам позволял играть мы первые тайм прессинговали его на его половине поля не давали играть потом когда забили уже опустились на свою не играли на контратаках в принципе все получалось местная реализация и первом тайме матча хромала очень много моментов сопернику мы практически ничего не дали поэтому в принципе игрой довольны единственное что под конец она накалилась и уже имела больше не спортивный характер было больше не спортивный характер скажи готовились к этой команде просматривали нет на самом деле мы если готовимся то можем там про там первую тройку узнать информацию а нет ребята хорошие знаем что идут середине в первом дивизионе мало плохих команд поэтому настраивались как и на всех только на победу готовитесь как на следующем матче какие задачи стать на сезон следующему матчу я даже не знаю следующий соперник если честно от игре к игре задача на сезон ну я думаю закрепиться в тройке а там но желаю удачи переходим и ко второму дивизиону напоминаем что через две недели будет большая передача посвященная вторым дивизионом поэтому сейчас мы где-то быстренько экспрессом обсудим самые важные результаты выходного дня прошедшего тура во вторых дивизионах начинаем с 2 а на ваших экранах турнирная таблица лидирует энчемп 39 очков команды после 13 матчей в байкалме 36 после 13 мальчина у москва 30 очков отмечаем вихрь после 12 игру которых 28 очков росма сенсационно проиграл сварогу и на пятом месте 27 очков хамовники 0 9 на шестом бск также сенсационно проигравшие мигу 17 находится на седьмом месте меркурий атлант союз занимает места меркурий дубль с 8 по 10 пройдемся по результатам 2 а начнем мы с матча профа 20 ров байкал этот матч транслировался lfl tv знаешь была очень хорошая классная игра единственная проблема профы 20 было в том что ворота вместо воротах занял максим милованов это полевой игрок и к сожалению для полевого игрока воротах он сыграл конечно же хорошо но не хватило где-то навыков каких-то и вот второй мяч и третий мяч там принципе какие-то рикошеты сумасшедшие один из мячей просто из аута вводил мяч из аута футболистов байкала максим сказал я вышел хотел взять мяч руки не зафиксировал и мяч попал в ворота но это беда команды скорее всего не скорее всего точно что не было голки пера максим как мог помогал отметить отмечу еще чтобы момент когда он поймал мяч и быстро начал атаку своей команды сама сделал славный проход на чужое поле на поле там чуть не увенчалась голевым успехом даже эта акция немножко дворовый какой-то момент ну нет на самом деле смотрелось хорошо знаешь такой стиле хорки кампуса времен сборной мексики мне очень понравилось и ну профа сыграл как сыграла фарид багиров дисквалифицирован ребята старались ну конечно же байкал был посильнее ну может быть если вот был бы врата и профа подтащил бы где-то может быть уже где-то и профе повезло но в целом игра получилась матч был хороший мне понравился качественный с количеством с обильным количеством эмоций я в этом не сомневаюсь оба коллектива очень эмоциональны каждую игру даже если у них футбол не получается уровень тех децибелов который там звучит просто загрой сергей юбов западный орбит работа на этом матче справился все уверенно и будем смотреть дальше что будет с правой что будет с байкалом будем посмотреть отмечаем результат бис комик уже говорили мы когда в тренерной таблице биск проигрывает 0 3 мигу один из лидеров команды имеющие очень хорошего тренера яркого тренера проигрывает команде которые звезд неба не хватает и находится в поиске своей игры 3-0 миг заслуженно выигрывает поздравляем мы никита савилова с этой победой и желаем дальнейших успехов обыскания унывать продолжать работать и наверное все должно наладиться команда в том году играл в первом дивизионе имеется шансы да еще пока немножко обновилась еще команда поэтому как бы ну да все нормально у них будет я думаю сейчас еще подтянутся но пока на данный момент ничем конечно в байкалом смотрится особняком как и вот предыдущих сезонах вторых дивизионов до 2-3 коллективом заряд вас военная потея когда атлас трейдер там то есть приоритет трейдер тем вершина вершина да то есть торпеда там тоже в то что что там было заранее известно кто выходит уже было понятно сейчас новой формулой турнира тут снова формулой турнира здесь возможны варианты еще там зависит от того как вы будет пассив во втором раунде согласен тоже павлены чем и чем поддерживает по счету уверенную победу по игре 51 по игре там есть некоторые вопросы особенно по первому тайму павлен неплохо смотрелся вел 1-0 не хватило где-то мастерства где-то сканейки запасных где-то какие-то психологические проблемы в коллективе в павлене там я думаю разберутся и чем иван волков обещал после 15-го тура посетить нашу программу пока что не хочет ничего говорить сдая что и чем сейчас даже специально уже не зовет всех сильнейших футболистов имеющихся заявки на игру играют молодые ребята ну в общем дай бог выйти там уже потом будет другая команда где ребята знают что делают и то что в таблице происходит принципе отвечает тому что они делают да ну я думаю что они нам подробно сами все расскажут когда придут сварок росма сенсация еще одна сварок побеждает для меня сенсационно для меня также удивило знаешь что росма обычно дисциплинированный коллектив который знает что он будет делать в игре но здесь произошло то наверно к чему они были готовы сварок очень быстро забил три мяча и зная сварок прекрасно да о том что эти ребята всегда бьются всегда бьются вне зависимости от счета чтобы не происходило не всегда бьются забив три мяча подсели где-то где-то сыграли грамотно плюс ко всему бросается в глаза обновление коллектив в этом году до появились хорошие молодые ребята то есть соответственно динамику игра не могут уже держать там не как предыдущие сезоны определенное количество времени при хорошем при грамотном отношении могут все 60 минут держать динамику тем более во второй лиге от сварога честно после этой игры я ожидаю я вот ожидая в ожидании ожидании того что они меня еще удивят не раз и тебя удивят и всех любителей футбола и вообще второй дивизион футбольном плане футбольном плане конечно и еще игра одна которая заслуживает внимания новомосква внуково противобойство футбольных школ но москва и росич молодых много игроков и там и там но игру мы это показывали все желающие могут ее посмотреть и в полном объеме и хайлайты но москва успеет там ведет 4 0 в итоге выигрывает 62 и конечно же я думаю что василий хрепливый может вернуть свою команду в первой дивизион уже в этом сезоне но в принципе мы с тобой знаем он в том году говорил что лучше на сезон может и на два опуститься во второй дивизион окрепнуть сыграться молодых ребят подтянуть обрасти мясом и потом уже уверенно как многие коллективы доказывают они быстро как на лифте там 2 1 потом высший дивизион почему бы и нет принципе стратегия понятно стратегия ясна в плане футбола тоже в новомосква никогда его не меняет комбинационный стиль быстрый переход из обороны в атаку по максимально там прессинговать для второй лиги не все готовы к такому футболу внуково коллектив который второй год у нас выступает то есть получается внуково встретил с опытным бойцом и разница в счете внуково не должно быть обидно это нормально почва для размышления почва для роста поэтому ну пока так во втором круге может ну скажем так новомосква это команда уровня первого дивизиона договориться своими именами до внуково 16 17 команда который называлась в прошлом сезоне старой гвардии во второй части турнира не зашли не надо как бы путать ее стоит старой гвардии который начинал в том году сезон совершенно разные команды просто наигрывали ребята под названием старой гвардии прошлый чемпионат павлу метрофанову не унывать постоянно с прошлым годом команда сделал большой шаг вперед павел знает что делает опытный человек понимает футболе и ведет свою команду правильным курсом нет сверхзадач постепенно постепенно прогресс есть это самое главное и завершение обзора такого нашего экспресс 2 а интервью александра фролова нападающего байкал с пожеланием играть футбол я матч с правой 20 сегодня у нас на интервью игрок команды рофф байкал что можете сказать по поводу матча мать проходил на боевых моментах по факту это считается серьезной командой любит катать атаковать мы забили первые у себя подержи остановились на своем поле приезжали мяч и забили свои голы они не запили и мы выиграли 4 1 спасибо большое любите игра играйте футбол любите футбол переходим к 2b видите в турнирной таблице на своих экранах интерос лидирует после 13 матчей имеет 36 очков опытная команда запада очень много известных в фл людей в ней играет на втором месте заряд дубль после 12 матчей 30 очков обнинский атлант после 12 матчей имеет 30 очков сразу хочется воспользоваться лучами пожелать атланту успехов через несколько недель стартовать им в кубке москвы желаем удачи про футбол на четвертом месте команда имеет 25 очков после 12 матчей сейчас в команде павла соловьева происходит серьезные изменения появляются качественные футболисты и про футбол я бы рассматривал как одного из фаворитов за выход в первый дивизион в своем потеку дубль на пятом месте классика на шестом к с на седьмом и реверплейт довольно высоко для себя находится на восьмом месте 21 баллом айраты 21 очко уралан 21 очко команды меньше много общего титан дубль имеет 18 очков виллы 17 баллов брал середине таблицы 16 баллами тоже отметим так же как и фкс из результатов последнего тура можно отметить неожиданную победу для меня лично белухи над фкс со счетом 81 даже не знаю что могло случиться может быть на турнир уехали не видел этот матч к сожалению просто по результату конечно же вообще фкс мне очень нравится в этом сезоне появились хорошие добротные футболисты что там случилось на старте вообще выдали замечательный отрезок были в группе лидеров посмотрим посмотрим что будет разберемся посмотрим айраты обыгрывает корсар 3 1 тут все понятно про футбол обыгрывает уралан на может для кого-то это сенсация нагло про футболе поменялся состав и эта команда будет грозную силу представлять для любого ленинский горли мантис там был триллер гол туда гол сюда в итоге на последних секундах ленинские горы побеждают 65 на самом деле такие команды всегда выдают такой скорометный футбол с таким обильным количеством голов то есть приходите на футбол даже 2 лиги ребят вы реально очень вам всем очень понравится некоторые команды показывают такой футбол который вы смотря в таблицу даже от них издали не искренне искре искренне искренне лфл в принципе еще можно и у хамовники для меня лично результат неожиданный разговаривал я до матча с попросил можно ли организовать коммерческой записи сажда не надо нас так этот матч стоит в реестре может быть как какие-то футболисты подъехали может быть он знал что хамовники так здорово сыграют для меня лично виллы были фаворитом этой игры но в итоге 3-0 хамовники выигрывают и конечно же это нужно отметить атлант фурия 5-4 результат тебя не удивляет удивляют удивляет но фурия потихонечку у них идет эволюция видимое что появляются новые молодые футболисты футболисты с мастерством заканчивают футбольную школу да это может быть там не цска не динамо не чертанова но есть и другие прекрасные футбольные школы там у меня сокола там я образно говорю и видно что ребята играли футбол и вот недавно только закончили школу они молодцы и фурия обновляется да там три лидера у них было который пришли в хамовники 0 9 и хамовники 0 9 за счет них сейчас очень неплохо 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 дала этому фурия знаешь так и такие скрытые у нас скрытый скрытый такой коллектив которая обкатывает молодых футболистов и предоставляет хороший материал для других коллективов посмотрим смогут ли они удерживают таких футболистов если они их сможет удерживать в дальнейшем фурия имеет вполне неплохие шансы для роста авилана штурма был интересный матч принципе авилана по ходу игры вела 31 но дальше за пять минут буквально все меняется пенальти назначается ворота авиланы и потом глупо удаление на ровном месте но как обычно у нас за вторую желтую помешал быстрого мяча ввода в игру мяча один из игроков авиланы удаляется за вторую желтую карточку последний минут штрафной 33 минус два очка штурм плюс одно очко игра была хорошая тоже искренне был футбол конечно вела на наверное по развитию больше заслуживал победы но штурм показал волевые качества и вырвал это очко и может быть даже там если время не закончилось и на победу больше был шансов они еще большинстве должны были скотин штурм вообще очень редко кому-то в плане характера проигрывает поэтому не всегда просто у них получать реализовать свой момент там команда с хорошим сильным характером в принципе там и подбор футболистами такие уж они все молодые ну да там все грамотно встречи лидеров классика даже не лидеров а команды из верхней части трениров таблицы лидер антерос и команды которые находятся наверху классика 6-3 антерос опытнейшая команда тут на классе победу больше ну скорее да скорее да плюс антерос отмечаем и что приезжает большое количество людей за счет может быть там все не молодые понятно там же опытные футболисты но вот за счет замен за счет ротации поддерживает они темп который задают в ходе игры и получается идут на первом месте ребята и здорово молодцы то есть за счет мастерства и вовремя взял на взамен интерос доставит проблемы любому коллективу и тем что они находятся на первом месте классика тоже писачья команда и свои очки они будут продолжать набирать кс ммф-05 для меня чуть-чуть сенсационная конечно такая победа крупная с учетом 51 кс ммф-05 алексей ходыкин уже упоминался нашей передачи он сегодня работает с этим клубом да там ограниченные возможности по составу но конечно 51 то что ммф-05 неплохо поставленная игра но кс они нестабильны они сегодня могут обыграть извиняюсь за выражение любую команду а завтра могут проиграть там условно говоря как белугов хс там белуха их там 8 может накидать им то есть кс это вот сам непредсказуемая на команды во второй группе а так в принципе то о чем ты говорил перед стартом чемпионата во второй группе интерос атлант обнинской сейчас выяснять что третья команда которая претендует и будет претендовать и будет оказывать давление а может быть и вовсе зацепиться очень крепко это про футбол да то есть три ярко выжиганных лидеров тоже заряд дубль мы с тобой знаем всего определенных причин исходя из регламента выйти дальше не может соответственно вот она тройка потихоньку вырисовывается то есть другое дело сможет ли про футбол сейчас оторваться просто от там пятого места и все только от этого все зависит друзья заканчиваем нашу программу не смогли к сожалению обсудить все то что произошло за месяц на полях любительской футбольной лиги но поймите нас правильно временные форматы еще никто не отменял напоминаем вам что следующая передача будет точно посвящена исключительно второй лиге плюс по традиции конечно же мы обсудим матч еврокубков смотрите матчи юго-западной лиги на нашем канале спасибо вам за внимание к нашей передаче с вами был я михаил першин и я антон погодин до свидания до скорых встреч